Если что. Смотрите, значит, у нас будет немножко теории, потому что это такой довольно-таки сложный материал. Познакомимся с теорией с введением машинного обучения для начала и поговорим сегодня о конкретно регрессиях, о задаче машинного обучения, которую вы можете использовать в Data Science точно так же. И затем уже во второй части мы позанимаемся с практическим заданием, которое мы будем делать в Юпитер-ноутбуке. Поэтому нам нужно было сегодня скачать... Вернее, вчера вам нужно было уже для воркшопа Сосаль скачать анаконду. Давайте, пожалуйста, перебивайте голосом. На следующий я уже подготовлю, получается, два компьютера. Пожалуй, начнем. Регрессии сегодня будем говорить в основном о частном случае машинного обучения, задач регрессии и о метриках ее оценки, как нам строить разные линейные регрессии, как нам оценивать наши алгоритмы. Давайте сначала начнем с того, что вообще подразумевает собой машина обучения и как бы немножко концептуально это устаканим у себя это в голове. То есть у нас имеются данные, да? То есть у нас имеется какой-то датасет. Соответственно, у нас есть датасет, и нам нужно, получается, сделать по нему какое-то предсказание. И как мы это делаем, предсказание? Мы, соответственно, изучаем наши данные, мы применяем различные методы, которые мы знаем, либо же мы ресерчим новые методы, исследуем конкретно к нашей касательной задаче, либо же если мы уже как бы занимаемся созданием этих алгоритмов, то это несколько другая задача. Соответственно, применяя все эти методы, о которых мы уже поговорим далее, мы сможем сделать какое-либо предсказание. Можете голосом сказать примерно, есть ли у вас какое-то понимание о том, какие у нас есть примеры задач машинного обучения? Или в чатик написать примерчики какие-нибудь? Ну, например, с помощью машинного обучения можем делать анализ тональности, к примеру, обучив на определенном количестве каких-нибудь предложений, да, машинку, чтобы она потом передала нам, что это. Или, например, анализ аргументов, их дальнейшая тоже классификация. Да, отлично, отлично, спасибо. Это Дарья, да, была? Да, все верно. Да, все, спасибо. Да, вот так вот подсоединять вообще круто будет. Да, давайте посмотрим, какие у нас есть. У нас сразу же здесь появляется на следующем слайде разные классификации документов, классификации текста. Как Дарья только что сказала, к таким задачам относится анализ тональности. Допустим, у вас есть какие-либо отзывы по вашему продукту или комментарии на Фейсбуке или на другой какой-нибудь социальной сети или в приложении. Вы это все можете классифицировать, понять негативный тон у этого комментария, либо же положительный тон, либо нейтральный и так далее. Также к классификации документов и работе с текстовыми данными у нас относится детекция спама. То есть мы можем, в принципе, взять наш имейл и любые имейлы, которые нам поступают, и понимать, что-то из них спам или не спам, взять какой-либо уже датасет и суметь с ним прогнозировать это. Также одной из областей является компьютерное зрение. У нас в Казахстане используется распознавание лица в Каспи-банке, например. То есть когда вы работаете с банкоматом, у них тоже есть такая штука. Также одной из задач машинного обучения у нас являются рекомендательные системы. И вы все знаете Netflix, хорошо познакомились, наверное, на карантине со всеми разными стримингами и сервисами, которые, впервые вас увидев, могут вам что-то рекомендовать, либо же уже имея какую-либо историю о вашем потреблении вот этого всего контента, могут тоже какие-то рекомендации делать. И это все у нас входит в примеры прикладных задач машинного обучения, также детекция фрода различная, которая может у нас использоваться в банках, не в банках и так далее. Поговорим конкретно о двух методах, не методах, а, как сказать, концептуально, два подхода в классическом машинном обучении. Это получается у нас обучение с учителем и обучение без учителя. То есть это два важных, очень две важные концепции. В рамках наших воркшопов мы будем конкретно говорить об обучении с учителем. Я дальше сейчас расскажу, что это у нас обозначает. Обучение без учителя мы на данных воркшопах не будем покрывать. В английской литературе это называется unsupervised. Кто-то, наверное, уже, Дарья, скорее всего, знакома, и другие девушки тоже. То есть что у нас означает обучение с учителем? Конкретно это у нас, получается, имеются размеченные данные. Например, в задаче текстового спама у нас уже есть очень много разных имейлов, и эти имейлы у нас уже размечены. Хороший имейл, либо же спам. Это значит, что мы решаем задачу машинного обучения с учителем. То есть у нас уже имеются размеченные данные. Обучаем алгоритм научиться найти какие-либо взаимосвязи с вот конкретно наших наблюдений вот этих текстов разных имейлов к тому, какую разметку в конце в итоге мы получим. Соответственно, сегодня мы будем говорить о регрессии, и на следующем воркшопе и на третьем воркшопе мы тоже будем покрывать задачи классификации. Это два подразряда обучения с учителем. Соответственно, давайте посмотрим, что у нас обозначает обучение без учителя. Есть ли у вас какие-либо идеи о том, что это значит, или если вы уже знаете, как бы если вы с этим знакомы, можно тоже голосом подключиться и сказать. Или в чате написать. Окей. В общем, соответственно, обучение без учителя у нас обозначает opposite, да, то есть противоположное значение с учителем. У нас уже нет каких-либо размеченных данных, и у нас алгоритм, мы применяем какой-то алгоритм, и он должен сам у нас найти внутри этих данных какие-либо закономерности, да. То есть, к примеру, обучение без учителя, это у нас могут быть какие-то кластеризации, да, либо же какая-либо даже, скажем так, сегментация. Если представить задачу в контексте банка, то у нас имеется очень много транзакционных данных, у нас имеются какие-то демографические данные, мы можем все это объединить и использовать конкретно алгоритм кластеризации, чтобы понять какие-либо сегменты. сегменты, вот. То есть, да, то есть алгоритм сам уже находит эти какие-либо закономерности среди этих данных, и вот я говорю о примере задачи обучения без учителя к кластеризации. То есть, либо это у нас как бы идет сама задача, да, мы приходим в банк, нам говорят, давай построи сегментацию, это будет сама задача, либо же мы решаем какую-либо задачу, допустим, в классификации в банке точно так же, да, скажем, фрод или не фрод, да, если мы уже, у нас есть размеченные данные, и мы можем использовать результат этой кластеризации уже как прединструмент решения задач с учителем. То есть, мы можем использовать какие-то кластеры, да, которые мы нашли с помощью обучения без учителя в решении задачки с учителем, да, на размеченных данных. Также мы можем, если у нас имеется, допустим, данные, очень много транзакционных данных или очень много разного текста, да, или еще каких-либо данных, мы можем с помощью конкретно подхода unsupervised, обучения без учителя, можем уменьшить размерность, да, нашего признакового пространства. Скорее всего, для тех, кто не знаком с тематикой, вот эти вот концепции признакового пространства, Dimensionality Reduction звучит немного очень непонятно. мы постараемся это разобрать на следующих слайдах. Если есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь и задавайте, лучше сейчас их покрыть, если непонятно. Но в целом, кое-какие концепции мы дальше разберем, то есть нам нужно из этого слайда понять, что есть размеченные данные, когда мы понимаем, да, что мы хотим конкретно предсказать, да, и на основе чего мы хотим обучиться. То есть, как я уже говорю, да, у нас есть фродовая задача, мы понимаем, да, где класс фрод, людей, которые совершили фрод, и людей, которые не совершили фрод. Либо же проще какая-нибудь задача, да, когда у нас есть уже точно датасет со спамом, либо же не спамом, и мы хотим, получается, уже предсказать это, запомним обучение с учителем, и на этих воркшопах мы будем конкретно с этим работать. Вот, как я уже говорила, давайте немножечко покроем терминологию, да, что у нас за терминология вообще? В целом наблюдение, да, что такое наблюдение? Это вот в английской литературе observation, это, получается, наши данные, наши вот весь наш текст, комментарии, да, которые вот задача Дарья озвучивала, то есть тональность, да, каких-либо комментариев, текстов, либо же какой-либо текст, который у нас приходит в наших имейлах, это все у нас будут наши наблюдения, да, данные, которые используются для обучения, либо оценки. Следующая концепция – это у нас фичи, да, то есть то, что мы будем конкретно, это такой жаргон машинного обучения, дата сайенса, фичи – это какие-то характеристики, да, наших наблюдений, то есть, скажем, в задаче контекста спама мы понимаем, что, например, какое-то слово, да, которое у нас есть, да, в тексте, ура, да, допустим, или вы выиграли, выиграли, да, получается, лотерею, сколько раз у нас, допустим, встречается это слово, и наличие этого слова, да, или какая-то там чистота этого слова у нас будет фичой, то есть каким-либо атрибутом и характеристикой нашего наблюдения, да, которое у нас является имейлом. Также помимо текстовых у нас, соответственно, много числовых фичей бывает, и мы предпочитаем в целом числовые фичи, даже текст мы преобразуем в числовые значения, то есть слово, например, выиграли, мы можем почитать либо чистоту его, того, как оно встречается в наших имейлах, либо количество, либо обратную чистоту, ну, это уже какие разные фичи можем генерить, и то даже текстовое поле мы будем выделять как бы числовой параметр, да, в числовую фичу, атрибут, характеристику нашего наблюдения. Это вот весь наш датасет. Ну, я думаю, что это все станет немножко подробнее понятно. Дальше на следующих слайдах, вот именно в теории, и когда мы уже будем делать на практике, это станет еще более понятно, то есть это нормально, что если сейчас это немного непонятно. Следующее наше вот конкретно, что имеющее к нашему обучению с учителем концепция – это таргет, да, в английской литературе мы называем это labels, то есть конкретно наши размеченные данные, наше размеченное таргет переменное, да, то есть в нашем случае спама – это конкретно спам или не спам. Далее. Также лейблы могут быть, например, если мы вот как раз-таки сегодня будем решать задачу регрессии, если мы хотим предсказать цену, цену, например, квартиры, когда у нас имеются разные атрибуты, квадратура квартиры, сколько комнат ее, этаж, да, ремонт, качество ремонта или район, в котором она находится. Это тоже нашим таргетом будет, просто это будет у нас числовой, да, таргет, с которым мы сегодня будем работать тоже. Вот. А здесь это у нас более бинарный, категориальный таргет – спам или не спам. Дальше – обучающая выборка и тестовая выборка. Это у нас, получается, основное понятие, которое нам нужно для обучения наших моделек, да, для машинного обучения. То есть обучающая выборка в нашем контексте нашей задачи – это будет коллекция имейлов с их разметкой для обучения алгоритма и его оценки. То есть это будет, допустим, наша табличка с текстом и табличка с нашей разметкой спам или не спам, обучающая. То есть какая-то выборка из всего, из всех всевозможных вариантов этих имейлов, да, на которые мы будем обучать, а тестовая – это на той, которой мы будем уже проверять качество нашего алгоритма. Давайте теперь верхнеуровнево посмотрим на то, как у нас происходит процесс обучения модели с учителем, о котором мы говорили, Supervised Learning. Здесь мы видим такую схемку, да, то есть которую я уже говорила. Первый этап – это у нас сырые данные, да, то есть сырые, не сырые, да, обработанные какие-то данные, уже какая-то витринка данных, да, которая у нас имеется. Здесь же у нас уже, получается, имеются наши фичи, да, все вот эти атрибуты – пол, возраст, не знаю, рост, вес и так далее, да. Если мы решаем задачку регрессии на предсказание размера обуви, то здесь это у нас, получается, наш датасет, да, но неважно, он может быть сырой или не сырой, да, или уже предобработанный, да, какой-то. Возможно, у вас уже коллеги там все сделали, да, для вас построили витринки, вам нужно просто только взять. И дальше уже на второй этап мы проходим, да, мы генерируем фичи, да. Фичи, как я уже говорила, это либо там демографические в контексте нашей задачки, в контексте задачи со спаумом – это вот конкретно какие-то слова, да, которые у нас встречаются в имейлах, и количество, частота, частота этих слов, например, длина этого имейла, возможно, какой-то адресат этого имейла, да, получается, IP-адрес от этого имейла пришедшего, если мы как бы собираем такие данные, да, то есть это все у нас, может быть, в фичах, которые нам очень хорошо помогут понять, да, это спам или не спам. На более простом примере мы можем разобрать, например, для того, чтобы понять, да, что такое фичи, мы говорим, да, мы хотим предсказать на основе демографических данных человека размер его обуви, да, тогда в качестве фичей мы можем использовать его пол, мы можем использовать его рост, мы можем использовать его вес, возможно, какую-либо даже национальность, да, и на основе этого мы уже можем предсказать, какой размер обуви у человека. Это наши фичи, да, соответственно. Дальше наш этап следующий. Мы уже непосредственно здесь обучаем модельку с учителем. Здесь у нас задачки регрессии, например, мы будем использовать сегодня линейную регрессию. И, в общем, нам... То есть мы же можем запихать любые данные, как бы использовать любые данные, и, соответственно, нам нужно понимать, насколько мы действительно приблизились к действительности со своими предсказаниями, и, соответственно, наш следующий этап, да, верхнеуровневый, когда мы уже построили модель, какую-либо, да, даже самую базу, как сегодня, мы должны понять, это хорошая модель или это нехорошая модель. И, соответственно, мы здесь уже делаем какую-то оценку работу модели. Если на этом этапе мы удовлетворены, да, вот этой вот оценкой модели нашей, да, как она нам предсказала размер обуви или как она нам предсказала, то есть спам или не спам, да, получаются наши имейлы, то тогда мы переходим на следующий этап. Это у нас уже... У нас есть готовая модель, значит, и мы делаем предсказания. Если мы здесь же видим, что мы не удовлетворены нашими скорами, да, то есть не скорами, а тем, как часто мы правильно предсказываем спам или не спам, то тогда мы возвращаемся снова на этап генерирования фичей, либо же даже раньше, возможно, у нас каких-то данных не хватает, мы собираем еще данные и повторяем этот процесс вновь, чтобы сделать в итоге предсказания. Соответственно, на этом этапе мы понимаем, что большое влияние у нас имеет сбор данных. И что здесь может быть? Во-первых, мы можем... Если у нас будет там 1%, да, как чаще всего бывает, 1% из спамов, да, и 99% нормальных имейлов, то здесь мы понимаем, что у нас очень мало спамов, и так как у нас мало этих данных, значит, у нас модель может очень плохо обучиться. Вот, поэтому нам нужно хорошо собирать данные, чтобы у нас было хорошее качество модели, да, уже вот на самом первом этапе. И второе, также мы должны хорошо генерировать конкретно фичи, да, которые, то есть логически у нас подходят, да, как, например, в решении задачи регрессии с предсказанием размера обуви мы понимаем, что сегодняшняя температура, ну, как бы температура погоды, температура, да, там, воздуха, она, ну, никак не будет влиять именно на предсказание, соответственно, здесь тоже должен быть логический подход, экспертиза. Что здесь я имею в виду? Вот на этом этапе можем обращаться к инструментам Unsupervised Learning для фичер инжиниринга. Это вот про генерацию фичей, как я говорила, что также можно брать какие-то разные кластеризации здесь, но об этом позже, наверное. Здесь я как-то пропустила слайд один. То есть быстренько скажу, что вот данные у нас могут быть как текстовые, так и числовые, так и изображения, так и данные изображения, да, наши сырые. Затем мы их как-то преодобрабатываем и получаем какие-то числовые либо же текстовые представления наших данных. Как я уже сказала, большое влияние имеет на сбор данных. И здесь в зависимости от нашей задачи мы опираемся на экспертные данные из области задачи. Например, в SPA мы все-таки... Мы все-таки... Ну как, что здесь? Мы все-таки, наверное, пытаемся понять, да, какие характеристики будут влиять на это. Но здесь сложно. Здесь легче понять вот с размером обуви, да, то есть что погода к нам не подходит никак. Этап оценки модели, да. То есть, соответственно, здесь мы уже, получается, обсудили, что мы имеем сырые данные, у нас есть какие-то параметры, да, это наши фичи, да. Мы уже построили какую-то модельку, у нас уже есть моделька, да, линейные регрессии, допустим, для предсказания размера обуви. И здесь мы оцениваем нашу работу, наши модели. Что хочется сказать, да, здесь обучающая выборка, почему написано? Мы берем не все данные, которые у нас имеются, мы берем, допустим, 70% наших данных, да, 70% наших данных, и на них мы обучаем нашу модель, оцениваем качество уже нашей модельки на остальных 30% наших данных. Это наша тестовая выборка, да. Соответственно, обучающая выборка – это для обучения, а тестовая выборка нашей, допустим, 30% от всего нашего датасета, они не участвуют на обучении. И как раз-таки мы затем берем нашу модель и предсказываем уже на этих тестовых данных, и здесь мы видим, да, оцениваем, насколько хорошо мы делаем эти предсказания. Отсюда и мы делим, да, на обучающую и тестовую. То есть это самое важное, что нам нужно понять вообще о том, как работает, да, машина обучения с учителем, да. Соответственно, у нас же есть разметка, да, спам или не спам, допустим, и мы взяли 70% всех наших имейлов, да, в которых и спам, и не спам, да, встречается. Мы построили какую-то модельку, мы хотим понимать, правильно мы сделали или нет, и мы берем нашу тестовую выборку, в которой тоже содержится спам или не спам, и применяем эту модельку уже на нашей тестовой выборке, которую моделька никогда у нас не видела, то есть на ней она не обучалась, и уже делаем предсказания. Так у нас происходит, грубо говоря, да, верхнеуровневая именно оценка работы модели. Может быть, есть какие-то вопросы на этом этапе или комментарии, может быть, нужно еще подробнее что-то объяснить, или пока все ок. Ага, да, я пропустила здесь некоторое сообщение. Окей. Давайте продолжим. Может быть, на практике, по практике вещей, на практике больше вопросов бывает, чем на лекциях. Ну, разобрались примерно с тем, что такое у нас обучающая выборка и тестовая выборка, и как у нас происходит именно оценивание работы нашей модели, как у нас она сработала. Давайте поговорим уже конкретно о случае регрессии. Это отдельный вид задач в классическом машинном обучении с учителем. Регрессия – это, то есть, задача, вот, как я уже говорю, да, пример, мы обсудили предсказать размер обуви от роста, веса и пола, предсказать цену недвижимости, цену на квартиру, либо, не знаю, на коттедж или еще что-нибудь, в зависимости тоже от наших переменных, да. И здесь мы видим, что вот район, комнатность, качество ремонта, как я уже ранее говорила, это как раз-таки наши фичи. А цена недвижимости – это как раз-таки наш таргет, да, как раз-таки то, что мы собираемся предсказать. Как мы это делаем, предсказывание? У нас уже есть данные, которые имеют в себе там качество ремонта, скор качества ремонта, уже имеют комнатность, уже имеют район и уже имеют цену на недвижимость. И как раз-таки используя весь этот датасет, разбив его на тестовую обучающую выборку, мы можем делать какие-то предсказания, и в этом нам помогает конкретно регрессия. Если здесь прочитать сложным языком, в переводе, да, с английского, что такое регрессия, это нам нужно найти именно маппинг, маппинг наших всех наблюдений фичей, конкретно район, комнатность, качество ремонта, на непрерывную переменную таргета цены недвижимости. То есть, соответственно, здесь примерно у нас есть какое-то уравнение, да, уравнение, в котором каждая переменная – это вот отдельная фича, и у каждой этой переменной есть свой коэффициент, какой-то коэффициент, который нам в сумме, да, перемножая вот эти все вещи, даёт нам цену на недвижимость, да. Сегодня также мы будем смотреть на другую задачку, которая называется Million Song Year. Это, соответственно, нам нужно будет предсказать год выпуска песни на основе каких-то параметров аудио. То есть есть какие-то там параметры, не знаю, возможно, использование там, чистота использования какого-то там реверп или, не знаю, какие там бывают аудиофичи, либо же там, не знаю, ритм, да, сам ритм песни, басы, количество там басов и так далее. Абсолютно разные фичи, которые у нас используются. И используя эти фичи, мы решаем задачу регрессии и предсказываем год выпуска песни. Вот. Давайте поговорим о простой линейной регрессии. Здесь, соответственно, что мы видим? Вот у нас есть точечки, да, разные. У нас есть вот этот график. И мы видим переменную x. Переменная x – это конкретно наши фича, да, то есть это у нас одномерная линейная регрессия, которая называется простой линейной регрессией. То есть что значит простая линейная регрессия? Секундочку. Простая линейная регрессия – это у нас, получается, одна переменная, которая предсказывает нам таргет. Таргет у нас-то один, да, это, например, размер обуви, да, грубо говоря, y. А x – это у нас рост. То есть на основе роста, допустим, да, мы бы предсказывали y. Но здесь у нас не совсем. Не совсем этот кейс, потому что, почему? Потому что с увеличением роста у нас увеличивается размер обуви. Тогда бы у нас была прямая вот такая бы, с позитивным, да, получается, ростом. А здесь у нас обратно пропорциональная зависимость, поэтому наш кейс здесь не подходит. На самом деле, какой здесь кейс, да, имеется, это x – это у нас величина улова, там, тысяч килограммов рыбы в каком-то регионе, я не знаю, там, Испании, грубо говоря. И влияние на цену, да, получается, какого-то блюда с морской рыбой. То есть, соответственно, если они поймали очень много в какой-то день, то тогда у нас снижается, снижается у нас цена. А если они поймали очень мало, как мы здесь видим, два, да, допустим, то у них увеличивается цена. Ну вот, и здесь мы видим обратную пропорциональность. В чем заключается, да, проста линейная регрессия? У нас вот имеются вот эти вот точечки, да. Для, там, 10 тонн, для 10 тонн улова какой-то определенной рыбы у нас соответствует 150, там, чего-то там, не знаю, 150 лир, может быть, ну, пусть будет лир, 150 лир, да, на цену блюда, на цену блюда, вот. И мы, у нас имеется очень много таких разных точек, и мы хотим найти какую-то прямую здесь, да, линию, которая у нас будет лучше всего приближать, приближать наши вот эти точки X к Y, да, то есть мы хотим найти эту прямую, которая нам будет хорошо предсказывать наш Y, да, Y, наш таргет, а X – это наши печи. Здесь вот такой некий скриншот с Юпитера ноутбука. Никогда не играл с этой игрушкой, вот сегодня надо его играть. Так, ну, дальше. Здесь, получается, мы видим в нашей простой линейной регрессии уравнение, да, то есть Y – это наши настоящие значения цены на блюдо, да, в какой-то определенный день. X – это наше переменное количество улова, да, какой-то определенной рыбы. Y – хэт, да, с вот такой вот штучкой – это конкретно наше предсказание. И здесь мы видим уравнение простой линейной регрессии, да, наше предсказание равно, какое у нас уравнение прямой, да. Уравнение прямой – это интерцепт, да, начало, да, откуда берет начало прямая и какой-то угол наклона, да, получается. И, соответственно, у нас здесь вот это вот интерцепт, да, это будет, допустим, 450, да, и угол наклона у нас будет там, я точно не знаю, грубо говоря, может быть, какой-то там минус, да, минус с чем-то. V1 – это коэффициент нашего наклона. Это у нас, получается, простая линейная регрессия, означающая именно одну переменную. То есть это нужно понять. Что значит уже multiple linear regression, да, это когда у нас уже несколько разных параметров, как задачки предсказания цены, это у нас район, комнатность и так далее, и так далее, и так далее, да. А здесь мы только видим 1x и вот такое простое, простое-простое уравнение, которое мы можем решить, да. Давайте дальше. Соответственно, как мы это все сделали, это тоже такой некий скриншот того, что мы можем либо аналитически решить это, либо мы можем сделать как эту задачку оптимизации, да, найти именно наши, вот здесь называется B1 estimate и B0 estimate. Это наш интерсепт и наш, получается, угол наклона. И здесь скриншот того, как мы решаем это аналитически, да, формулой наименьших квадратов, да. Здесь мы видим, да, как я и сказала, что 452 – это наш интерсепт, мы видели здесь на графике, да. То есть если мы продолжим здесь прямую, да, мы видим, что она начинается где-то на 450, и угол наклона у нас минус 29.4. Минус 29, потому что это обратно пропорциональная зависимость. Ну, здесь мы с этим разберемся позже, как нам это конкретно уже практически делать. Здесь нужно просто понимать, что на самом деле это очень просто уравнение прямой, которое мы проходили на уроках математики еще в школе, да, по сути дела. И мы видим, грубо говоря, здесь, да, задачку, да, представим, что это уже положительный у нас тренд, и здесь больше у нас подходит задача с предсказанием размера обуви, да. Допустим, с тем, как у вас растет на оси Х ваш рост, с тем также на оси Y у вас растет размер вашей обуви, правильно же? И здесь что нас конкретно интересует, да, как мы оцениваем нашу линейную регрессию, и как мы понимаем, что мы действительно нашли хороший вот этот фит. То есть назвать это прямая, да, linear fit, как бы, и когда мы будем даже строить, да, саму модельку, мы будем именно конкретно fit, метод построения, да, это fit, да. Нам нужно хороший fit найти, то есть нужно понять, да, этот жаргон. Вот. И вот они наши точечки. Точки на оси Х – это рост, и на оси Y – это у нас, получается, размер обуви. Вот они, как они у нас здесь разбросаны, да, мы видим. И, соответственно, вот это синее – это наш fit, да, и как мы это оцениваем. Больше всего нас именно интересует вот расстояние от этой прямой до этой точки, конкретно вот это расстояние, да, от красной точки. И, соответственно, это у нас называется отклонением, да. Отклонение от, получается, линии fit, да. И это нас конкретно интересует, да, то есть это очень интуитивное понимание. Нам нужно же понять, вот мы видим, да, на слайде, насколько рядом наши предсказания от наших значений. То есть если бы в идеале мы бы действительно понимали, что все точки, получается, здесь бы настоящие лежали, да, допустим, то тогда это было бы идеально, мы бы подошли. Но нам нужно, ну, это же задача из реального мира, она не может, ну, идеально так, да, находиться. Соответственно, нам нужно найти самое приближенное значение вот этой вот прямой, которое будет уменьшать суммарно все вот эти расстояния. То есть мы, конечно, можем построить, допустим, вот через вот эти три точки, да, примерно прямую, и мы будем понимать, что все они здесь лежат. Но тогда вот эти точки будут дальше лежать, которые выше, да, у нас находятся, они будут лежать дальше. Соответственно, нам нужно найти такую прямую, которая будет хорошо вот так вот строить, да, и находить минимальные вот эти вот расстояния, которые мы будем говорить о отклонении. В английской литературе это residual. И, соответственно, насколько наши предсказания хороши. То есть если у вас рост 165 и у вас размер 45, то есть а по факту у вас размер 38, да, нам нужно понимать, что вот мы действительно хорошо предсказали, но кажется, что не очень, да, если так сказать. И как наши задачки, да, допустим, год выпуска песни, лучше попасть, лучше не попасть на один год, да, если у него год выпуска был 2000, мы предскажем 2001, нежели чем 2020. Наверное, мы тоже понимаем, что, скорее всего, мы не так уж и попали действительно хорошо в наши настоящие значения с вот этим вот фитом, да, с вот этим вот фитом прямой, простой линейной регрессии, да, допустим, скажем. И какие же, соответственно, мы приходим к тому, что нам нужно понимать, что у нас есть какие-то метрики. Математически это функция потерь, но это не очень важно сейчас. Мы можем понять и без математики, что у нас есть метрики, да, то есть либо мы смотрим, мы все время смотрим на вот это отклонение, да, от прямой, то есть отклонение от идеального значения, если бы точка здесь лежала бы при значении х, да, у, мы смотрим вот это расстояние, и от настоящего значения, которое лежит на вот этой прямой, мы вычитаем наше предсказание. Ой, то есть наоборот, от настоящего значения вот этой красной точки мы вычитаем вот это предсказание, которое лежит на вот этой прямой, При данном х, если мы здесь представим координаты конкретно при данном х, равном, допустим, 2, наша точка, предсказание лежит синенькое тут, и вот оно отклоняется вот настолько. Мы либо смотрим на абсолют разницы отклонения, либо на квадрат разницы. Но практически мы, конечно, больше смотрим на квадрат разницы, потому что у него есть хорошие математические свойства, нежели чем на абсолют значение, почему, какие свойства. Если ошибка очень маленькая, возведя их в квадрат, она становится меньше. Если ошибка очень большая, возведя их в квадрат, она становится очень большой. Соответственно, мы уже можем понимать, мы хорошо попадаем в это или нехорошо попадаем в это. Но я думаю, здесь мы еще неоднократно поговорим о разных метриках, поэтому мы можем продолжить дальше. У нас несколько слайдов еще осталось. Как же у нас происходит обучение модели? Опять, здесь, соответственно, мы пытаемся, если мы бы матрично смотрели бы, допустим, у нас есть наблюдений, и у нас была бы, допустим, матрица какая-то, допустим, с тысячами строк. Да, допустим, тысяча строк, у нас тысяча наблюдений, да. Если у нас это простая линейная репрессия, то, соответственно, это у нас один параметр. Значит, нам нужно предсказать всего лишь один коэффициент, да, вот этот вот коэффициент угла, угла наклона прямой. И это то, что нам нужно найти. И как же конкретно, да, решать эта задача, да. Мы уже посмотрели на вот эти вот метрики, да, квадрат разницы и абсолют разницы, да. Соответственно, нам нужно найти, да, вот из этого уравнения предыдущего слайда у нас выходит вот это. То есть мы суммируем, да, по тысяче наших строк, тысяче наших наблюдений. Грубо говоря, скажем, пусть это будет спам. У нас есть тысяча имейлов, да. И, а нет, это неплохой пример, sorry. У нас есть тысяча людей, у которых есть там какой-то определенный рост. И мы пытаемся предсказать по ним, получается, извиняюсь, мы пытаемся предсказать по ним размер обуви. И, соответственно, мы находим V transpose XI, да. Это здесь у нас конкретно один, да, коэффициент. XI – это у нас значение X и T для каждого наблюдения в матрице, да, было бы для нашего каждого человека, мы бы считали бы, да, коэффициент умножали на вот это значение роста, да, если в нашем примере. И здесь вот этот Y – это уже то, что мы конкретно имеем по факту, да. То есть у человека размер 40, да, размер 40, да, вот здесь был бы. А здесь мы предсказали на основе роста там 170 сантиметров. При определенном коэффициенте у нас тоже выходит, допустим, 41, да, размер. И мы говорим 41 минус 40. Это то же самое абсолютно, да, то, что вот здесь мы видели, да, квадрат разницы. Возводим все вот это вот в квадрат. Ну, так как у нас не один человек, а у нас тысяча, да, человек таких, мы все это суммируем по тысяче человекам. Да, ой, извините, извините, по тысяче людям. По тысяче людям мы суммируем вот эту вот штуку, да, то есть для каждого человека. У одного человека рост там 150, соответственно, у него, наверное, его настоящий, да, размер, там, не знаю, 35, да. И здесь мы находим по тому же самому коэффициенту, который мы уже нашли. Мы вычитаем, допустим, мы предсказали 36, вычитаем с 35, возводим это все в квадрат и опять суммируем, да, уже то, что у нас было. И, соответственно, все вот эти вот суммы, 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 суммы по всем нашим тысячам наблюдения нам нужно минимизировать. И вот так мы понимаем, что именно этот вес, да, мы будем брать для себя. Как решается эта задача? Эта задача именно поиска вот этого коэффициента при случае простой линейной регрессии. Мы здесь делаем, здесь делаем немножко математики, которая нам, в принципе, для сегодняшнего урока не нужна. Но мы здесь решаем задачку оптимизации и derivative, taking derivative. Значит, здесь, получается, берем производную, да, производную, значит, производную из того, что мы пытаемся минимизировать. Вот, это суммы наших квадратов отклонений. Мы берем производную и, соответственно, прибавляем ее к, ой, приравниваем ее к нулю. Это все то же самое, что мы только что видели, да. Настоящее значение, коэффициент умножен на фичу, да, значение фичи. Но здесь это у нас derivative, поэтому мы выносим еще x, выносим двоечку за уравнение и так далее, и так далее, и так далее. Мы приравняли это все к нулю. Мы видим вот такое-то вот матричное выражение нашего, нашей, допустим, матрицы весов. Если бы у нас было бы несколько, да, допустим, фичей и рост, и вес, и национальности и так далее, и так далее. Ну, в нашем случае мы говорим пока о простой линейной регрессии. И здесь мы находим уже вот таким вот методом аналитическим конкретно наши коэффициенты. Это немного математики, которую можно поделать вне уже нашего урока. Вот. И, соответственно, другой вариант это все решать, это получается уже с тахатическим кредитным спуском, что у нас будет вне нашего скопа сегодняшнего. Это все можно в открытом доступе поизучать. Но нам сегодня для решения нашей практической задачи это не пригодится. Но есть такое, как бы, такие решения, которые можно будет посмотреть и изучить уже самостоятельно, если будет интересно. Соответственно, давайте... Здесь мы посмотрим на pipeline для нашей задачки, которую я уже сказала, да. Мы будем предсказывать... Здесь у меня немножко не видно текст. Million year dataset, да, million some year dataset. То есть это получается миллион песен, да, разных. И, соответственно, их аудиофичи, о которой мы говорили, и уже его год выпуска. То, что мы... то, в чем мы заинтересованы и то, что мы хотим предсказать. И у нас есть вот full dataset, да. Full dataset – это у нас наши полные данные, да. Наш миллион, допустим, наших, получается, строчек с этой песенкой, с этими песенками. Что мы делаем дальше, да. Как мы уже говорили, здесь... Сейчас я проверю быстро. Есть ли у вас вопросы вот до того, пока мы дошли до момента, получается, конкретно уже подошли к pipeline, к такому верхнеуровневому рассмотрению нашей задачки сегодня для практики. Есть ли у вас какие-либо вопросы по предыдущим слайдам? Или математика – ужас? Пока что нет, все супер. Спасибо. Спасибо большое. Ужас, да. Но, слава богу, нам сегодня это не очень прям нужно будет, поэтому можно расслабиться. Все будет, да. Нет, это нормально, нормально. Это просто, получается, теория, но на практике вы убедитесь в том, что это не все так страшно. Ну, тогда давайте продолжим, и затем уже приступим к практике, чтобы не нагонять страху на сами себя, ну, как бы неоправданного, да, вот что хотел сказать. Вот, full dataset – это вот, получается, вся выборка наших данных, это полная выборка наших данных, полный миллион наших данных, наших строчек, да, с какой-то информацией, да, численной, числовой информацией о наших песнях и годе выпуска. У нас есть фичи, да, мы дальше убедимся в наших данных, какие у нас фичи, но примерно, я вот говорю, да, может быть, это, там, не знаю, басы, да, количество басов, какой-то ритм или какие-то использования каких-то сэмплов. Я, ну, как бы не совсем прям в музыке, но примерно так. И что мы говорили уже, да, тренинг-сет – это обучающая выборка, тренинг-сет – это обучающая выборка, и тест-сет – это тестовая наша выборка, о которых мы говорили на предыдущей слайде. Что мы делаем здесь, да? Мы уже априори для решения задачи разбиваем наш фу-датасет на обучающую выборку. Ой, сейчас я свой поинтер сделаю. На обучающую выборку, да, здесь мы примерно видим, да, как я говорила, 70% на 30 – это не фикс данные. Это не фикс данные. То есть не обязательно всегда делить 70 на 30 в зависимости от задачи, в зависимости от количества данных. Это у нас варьируется, но, конечно, большинство данных у нас должно быть в обучении, да. И какой-то определенный маленькая выборка от настоящего фул-датасета, да, у нас уже должна быть на проверке нашего алгоритма. Это уже не обучение, а оценка, да, как мы говорили. И, соответственно, вот у нас есть трейнинг-датасет, да, и мы уже видим, что наш трейнинг-датасет ведет к модельке. У нас нету стрелочки, да, от тестового датасета к модельке. Почему? Потому что модельку мы получаем только из нашей обучающей выборки, да, трейнинг-датасет. И, по-моему, схема очень хорошо здесь это показывает. Где соприкасается модель с остальной выборкой, да, она уже нам показывает вот здесь, да, внизу, что, применяя вот эту модельку на нижнюю часть, да, тест-датасет, мы получаем какую-то accuracy. Accuracy – это точность, да, либо же не точность, а как мы рассматривали только что ошибки, да. Вот это вот, вот это вот, да, то, что мы рассматривали, квадрат разницы суммированный, да, по всем наблюдениям, абсолют разницы – это тоже наша метрика. Наша метрика, вот, mean absolute error – это, получается, средняя ошибка абсолютная, и mean square error – это конкретно среднеквадратичная ошибка вот этих вот всех отклонений, на которых мы видели. То есть здесь accuracy – это как бы accuracy – это больше для классификации, да, но тоже к нам применимо это конкретно наши метрики, да. Соответственно, опять-таки повторимся, что training dataset у нас ведет к модели. Именно на нем мы получаем какую-то модель. В нашем понимании модели простой линейной рекрессии – это всего лишь угол наклона, да, угол наклона прямой, когда мы на основе роста могли сказать размер его обуви. Вот это то, что нам нужно реально получить – это два параметра – B0 и B1, да, то есть B0 и B1. У нас имеется вот эти B0 и B1, соответственно, уравнение, да, простой B0 плюс B1 умноженное на х, да, наш рост. И мы уже берем и применяем все, ну, вот эти вот все росты, да, которые у нас имеются. Вот здесь вот показывается, да, много фичей, но, допустим, если у нас была бы одна фича – это рост. Рост одного человека, рост второго человека, третий и так далее. Но это у нас задача все-таки по фичам. Аудио у нас будет 12 здесь фичей. И вот мы здесь видим, да, 12, ну, может ошиблись. И, соответственно, мы здесь будем уже видеть accuracy. И если мы удовлетворены, как мы говорили, уже верхнеуровневого accuracy, да, то тогда, когда у нас придет какая-то новая песня, да, которой у нас вообще никогда не было, мы хотим примерно предсказать о ней год, да. Она не была у нас в нашем full data set, она не была у нас в нашем training data set, на котором мы обучались, и она не была на нашей тестовой выборке, да. У нас приходят какие-то там фичи, там, новая песня Kanye West или, не знаю, там, Лио Уэйн, кого угодно, да, мы приберем. У нас есть модель, которой мы удовлетворены, и мы уже делаем здесь предсказания по новой песне, которую мы не видели. Или вышла новая песня у... Хотя вышла, тогда мы можем и не предсказывать, да. То есть нашли какую-то песню, да, допустим, в архиве, да, какую-то. То есть, вернее, нет, даже зарелизили песню туда в этом году, возможно, Кэти Перри, а песня у нее была написана, господи, пойми, когда, да. И мы берем эти все характеристики и предсказываем реально. А песню написала в 2011, просто зарелизила в 2020, да, тогда мы можем понять. Вот. И опять-таки возвращаемся к нашей основной метрике для нашей регрессии сегодняшней, да. Это наш МСИ. МСИ – это Mean Squared Error. Средняя квадратичная ошибка. Здесь все очень просто. Опять-таки, да, мы берем наше Y. Это наше значение, которое мы знаем, которое имеем из нашей, допустим, тестовой выборки, да. 160 сантиметров. Ой, извиняюсь. 38-й размер, соответствующий 170 сантиметров. Он 38-й размер. На основе 170 сантиметров мы предсказали человеку 40-й размер. Здесь мы взяли 40-й размер, вычли 38-й размер фактически, да, его. Возвели это в квадрат. Получается 4, да, 2 в квадрате – это 4. Суммировали по всем нашим людям, которые были в нашей выборке, и затем разделили на количество людей в этой выборке. И, соответственно, вот так мы получили этот МСИ-параметр, да, который мы хотим, чтобы всегда был маленький. Мы выберем именно ту модель, которая у нас нам даст самый маленький МСИ. И все, да. И сегодня мы это увидим в нашей практической части. И заключительный слайд на сегодняшний день – это почему мы должны выбирать все-таки линейные регрессии, потому что они у нас очень интуитивные в понимании, особенно простая, да, линейная регрессия, как мы посмотрели. Это просто угол наклона. Ну, может быть, и не просто. Я, честно говоря, сама возвращаюсь к алгебре, такая, окей, окей, что мы там в девятом классе проходили, окей, постоянно как бы когда уже начинаешь копаться в этих алгоритмах. Они интуитивны в понимании. Ну, конечно, да, нужно там превью сделать, понятно, хорошо работать на практике. То есть реально можно взять задачу, действительно, там, предсказание вот у нас на работе на крыше, предсказание цены, построить просто линейную регрессию на всех параметрах, и мы уже будем иметь какое-то понимание, какой прогноз делать по квартире, да. То есть вы хотите положить, поставить объявление на сайт, и вы уже можете сами делать какой-то прогноз, если вы заранее спарсили все объявления и не будете сами там тыкать, короче говоря, а сколько там в этом райончике стоит, ну, хотя у нас есть индекс, но в итоге можно даже самим, да, сделать, может быть, вы лучше сделаете. Просто использовать здесь линейную регрессию. Можно дальше усложнять модель, да, потому что это линейное уравнение, да, с помощью добавления разных фичей. Здесь мы, конечно, не поговорили, но вот фичи можно делать не только линейные, то есть можно возводить квадрат, возводить в куб, брать квадрат из этой фичи, да, допустим, абсолютно что угодно. А она линейна только в своих коэффициентах, то есть коэффициенты, да, получается, прибавляются линейные. А как бы сами фичи у нас могут быть разные, и, соответственно, мы можем усложнять здесь, то есть это уже out of scope, но можно, допустим, перемножать, если у нас имеется рост и имеется вес, можно брать, допустим, массу, индекс массы, индекс массы, либо поделить рост на вес, и, возможно, это нас проинформирует еще больше, да. Соответственно, на сегодня у нас все по теории. И теперь давайте возьмем 5 минут перерыва, а пока у кого установлен, получается, Юпитер, могут взять 5 минут перерыва, у кого нету, можем разобрать с установкой Юпитера, либо же... В общем, давайте не будем брать перерыв, у нас так немного времени. Смотрите, сейчас мы будем работать с... получается, с вот этой Юпитер-ситраткой, которая находится у нас в Google Drive, я сегодня закинула. И здесь мы как раз-таки будем смотреть на очень простой кейс линейной рекрессии, на первичный анализ, да, который нам нужно будет делать, какие нам нужно графики, да, построить, как нам нужно загрузить эти данные, какие взаимосвязи между этими данными есть, да, получается. И мы дальше будем строить самым последним, да, образом уже нашу прямую, да. То есть у нас вот, видите, есть X0 и X1, и вот-вот есть Weight R, да. Как раз-таки вся наша теория, которую мы проходили, мы сейчас приложим на практике. Я рекомендую вам открыть ноутбуки и примерно тоже со мной смотреть вместе. Я буду при вас делать. Будет очень полезно, если вы будете спрашивать вопросы для сами себя же, если вы что-то не понимаете. Как бы по практике получается, что люди не успевают вводить, поэтому у нас уже все это введено здесь. Давайте посмотрим. Просто если вам что-то будет непонятно, реально, пожалуйста, спрашивайте голосом. Сегодня голосом лучше не в чате, потому что у меня нет второго монитора. Сейчас увидите, что происходит. Вот, смотрите. Нам нужно будет, нам нужно будет, вам нужно будет, вернее, здесь сделать вот такую штуку. Это pip install seaborn. Pip install seaborn. Нам понадобится эта библиотека. Я вот не помню, кстати, ну, да. Так. Окей. Ладно. Давайте пойдем. Значит, здесь мы будем смотреть на линейную регрессию и будем смотреть конкретно на рост человека и по его весу и на его вес. Значит, мы будем здесь, смотрите, в этой ячейке, да, мы уже импортим все наши необходимые библиотеки, да. Это numpy, pandas, seaborn и matplotlib. Нам нужно будет для того, чтобы тоже делать кое-какие плоты. Если что, голосом спрашивайте сегодня, пожалуйста. Давайте заранее. Я просто единственное затормозила, я не помню, если у вас никогда не были они установлены, их нужно устанавливать, или они уже в Юпитере априори идут, по-моему. Они идут априори в Юпитере, нужно устанавливать только seaborn. И это делается тоже в ячейке. Мы, получается, делаем pip install seaborn. У меня, наверное, скажет сейчас, что она уже установлена. Да, видите, requirement already satisfied, значит, она у меня уже установлена. Конечно, она не установлена, потому что я ее уже импортнула сейчас, да, нашим этом. Затем мы загружаем наши данные. Смотрите, это делается с помощью PD, да. PD – это наша pandas. Pandas – одна из главнейших библиотек, да, которая нам нужна. Это, ну, не одна, наверное, обработка данных, не одна задача, data science, machine learning и так далее, не обходится без этой задачки, ой, без этой библиотеки. Соответственно, мы же ее записали как PD. И здесь мы называем наш датасет, да, который мы видели вот в Prezi, да, мы видим вот этот вот full датасет, мы называем его датой. Вы можете его назвать чем угодно, да, но это первое, что мы учим, да, во всех, наверное, на всех курсах всегда. Соответственно, мы его загружаем, да. Так как у нас он находится в формате CSV, да, weights и height CSV. То есть почему я так делаю, да, потому что у меня мой ноутбук, вот этот вот, да, находится, если я возьму вот так, да, сделаю localhost, возьму просто в строке браузера, напишу localhost, да, и мы откроем десктоп, да, и я открою папку свою, stamp.com, день 1 регрессии, да, я вижу, что у меня мои данные, которые сегодня нам нужны для практики weights, height CSV, year prediction CSV, они у меня все находятся в одной директории. То есть поэтому и ноутбук мой находится тоже в одной директории. Поэтому я могу просто его вот так вот подгрузить себе, да. Соответственно, создайте себе тоже папку, да, где у вас находится и ноутбук, и все такое, либо же пишите через вот так, да, допустим, в зависимости от того у вас macOS или не macOS, да, пишите там, какая папка у нас находилась бы, да, допустим, там, не знаю, день 1, day 1, да, директория, это weights, heights и так далее. Но так как у меня он находится в одной и той же папке, я, соответственно, его вот так подгружаю, да. Я выбираю метод read CSV из pandas, правильно? И загружаю CSV вот этот вот файлик. Здесь дальше мы прибегаем к такому интересному методу data shape, да. Shape – это у нас конкретно форма, да. Мы понимаем, что она нам говорит. Именно data shape 0, да, если мы возьмем... Ой, извиняюсь, у меня кастомок. Data shape 0 мы возьмем, да, мы видим у нас 25 тысяч. Что значит 25 тысяч? 25 тысяч срок, да, в нашем датасете. Если мы возьмем data shape 1, да, соответственно, ставим, то мы видим 2. 2 – это у нас 2 колонны. И сейчас мы возьмем просто метод sample. Data – это у нас уже data frame. Это у нас такая data structure, да, которая в себе хранит... Грубо говоря, это такая тапличка, да, которая хранит в себе строчки и колонки. Вот. И, соответственно, мы обращаемся к этому методу sample. Что делает метод sample? Sample, он нам берет 2... Мы задаем здесь 2, да. Она нам дает 2 рандомных ряда. 2 рандомные строки нашего датасета, да. Вообще рандомные. 1500, 15900 и так далее. И здесь мы видим, да, наши 2 колонки. Height и Weight. Height – это рост и Weight – это у нас вес, да. Я забыла, что тут мы предсказываем вес. Ну, сейчас разберемся. Вот. И, соответственно, что мы здесь делаем, да. Почему это первичный называется анализ? Первичный анализ данных SpanBus. Здесь мы заинтересованы в том, чтобы разобраться, во-первых, что мы правильно загрузили наши данные, что мы должны посмотреть, какой у нас объем наших данных, какие у нас есть поля, да, как они у нас называются, да, и так далее. Мы, конечно, будем это уже знать, но так в табличках мы это еще лучше видим, да. Здесь вы можете уже отдельно почитать, да, что это здесь значит. Соответственно, мы берем Data Head, делаем. Data Head у нас означает, что мы... Head – это конкретно мы берем, получается, первые какие-то там строки. То есть от начала нашего документа, да, не документа, извиняюсь, Data Head. А у вас Height и Weight разве не местами поменяли колонки? Ну, типа... Да, правильно, корректный вопрос. Смотрите, Height – это у нас в инчах. Это у нас, получается, американский дата-сет, да, видимо. Соответственно, 65 нам нужно умножить на 2,54, по-моему. 2,54 у нас, нич один. И, соответственно, если представить это в сантиметрах, 165 сантиметров, извиняюсь, а получается вот этот вот 112 – это у нас фунты. 112 нам нужно уже представить, чтобы в килограммах это перевести в фунты. Но это хорошее замечание на самом деле. Но поэтому у нас такие вот как бы несоответствия, да, возможно, могут быть для нашего казахстанского... для нашей казахстанской системы метрики. Но, в общем, если мы хотим это видеть, мы можете даже создать себе отдельные колонки, чтобы это перевести, да. Но пока для нашей задачи будем двигаться дальше так. Height и Weight. Здесь Weight в фунтах. И Pounds, и Height у нас Inche. Дюймы, да? Хорошо, спасибо. Спасибо большое за вопрос. Давайте теперь... Мы же говорим об Exploratory Data Analysis, да, для начала. И, соответственно, мы хотим сделать анализ, посмотреть на наши данные. И в этом методе нам помогает гистограмма. И очень классно то, что можно, получается, либо так сделать, да, вот таким методом, получается, вызвать функцию, вызвать метод плот к нашему DataFrame, и задать, да, уже в Why наши интересующие. Соответственно, значит, скорее всего, мы предсказываем height, да, предсказываем рост из веса. А, нет, вру, извиняюсь. Sorry, 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 sorry. Я извиняюсь. Здесь мы, получается, просто делаем... Просто смотрим на распределение нашего роста. Вообще рост у нас по природе своей имеет гауссовое нормальное распределение, да. Соответственно, у нас симметричный такой вот Bell Curve. Здесь мы видим, и мы видим, что наша медиана совпадает с нашим средним примерно, да. Это 68 инчей. Это такой средний рост, да. Это так можно сделать. Либо же можно даже сделать, допустим, DataHist, если у меня сейчас все нормально получится. Так, DataHist. Если я так сделаю... Я не буду экспериментировать. Вообще должно получиться. Ну, ладно. Здесь что-то... Так. Здесь мы поняли, да. Здесь мы использовали знакомый нам метод, получается, Plot. И здесь мы уже выбрали в нем Kind равный Hist. Просто добавили, получается, Color красного. И Title можно любой, да. Допустим, здесь мы... Вот видите, Height в распределении роста в дюймах. Как я уже говорила, да, DataHat – это у нас метод Head показывает первые... Сколько бы мы здесь бы не задали, да, значений. Если мы скажем DataHat 10, то тогда мы видим первые 10 значений именно нашего датафрейма. Есть аналогичный метод, когда мы хотим понять, да, допустим... Допустим, последние, да, значения, то тогда мы говорим DataTail. И мы понимаем, что у нас действительно 25 тысяч срок. И мы видим, вот, для последних, получается, наблюдений... Извиняюсь. Для последних наблюдений, наши, получается, соответствующий рост и вес. И здесь давайте сделаем аналогичную гистограмму для веса. Покрасим ее в зеленый цвет. И вес у нас тоже имеет нормальное распределение. И мы видим, да, средний вес – это 120, 130... 127, наверное, да, фунтов. Для именно конкретно нашего датасета. Наш датасет здесь именно о подростках. То есть, соответственно, никаких комплексов не должно быть. Если вы немножко не охотите в среднее. Потому что аудитория у нас не подростки, я как понимаю. Вот. И здесь дальше... Это сделали мы самый первичный анализ, чтобы посмотреть, да, на наши данные. Вообще для конкретной модели по практике, да, нам нужно всегда стараться приводить наши переменные, да, для нормального распределения. То есть в нормальное распределение. Это уже на будущее. Дальше мы посмотрим на другой метод графика, который нам тоже будет очень полезен. Это скетерплот. Скетерплот – это то, что мы с вами уже видели в презентациях, да. Вот это у нас скетерплот. Здесь мы сделали просто с методом плот, да, из matplotlib. Либо это скетерплот. Получается, мы сопоставляем х против у. И, получается, смотрим, что соответствует при данном значении х, какое у нас значение у, да. Здесь мы хотим понять какой-то вот тренд, да, линейный тренд у нас данных, или у нас нелинейные взаимосвязи. Смотрите, здесь мы что делаем, да. Вот как раз-таки мы переводим наши уже, получается, данные в килограммы. И так, two inch and kilo two pound, да. Здесь мы создаем... Здесь у нас уже есть готовая функция, да, которая нам делает индекс массы. Мы просто возьмем его, да. Можно почитать дальше, да. Вот здесь вот получается, что это у нас означает. И мы создаем с помощью метода apply и с помощью лямбды, да, мы создаем уже новую переменную data.bmi. И, как мы уже говорили, data.bmi – это у нас что? Это у нас BMI, это у нас новая фича. Снова возьмем метод head. Посмотрим. Когда мы говорим вот так, да, просто мы берем по дефолту первые пять значений. Мы посмотрим, да, что у нас получается из наших данных. Соответственно, такому вот росту и такому весу соответствует вот такой индекс BMI, да. Есть определенная формула. Я уже не помню эту формулу. Вот она у нас здесь написана, да. Какие-то там циферки, что-то нужно поделить, что-то нужно помножить, поделить друг на друга. И здесь я хочу вот как раз рассказать, да, вот это все наши фичи, да. Это наши фичи. И здесь мы уже, если не внизу, дальше мы поймем уже, да, что мы будем предсказывать. Как мы уже сказали, да, нам нужно было импортировать библиотеку Seaborn. В самом начале мы, получается, ее пытались установить, да, pip install Seaborn внутри самого Юпитера. Через именно восклицательный знак. Она у меня уже установлена, а у вас она будет устанавливаться, если еще нету этой библиотеки. Мы ее импортировали, назвав ее, обозвав ее SNS, да. И уже внутри этой библиотеки есть такой вот метод, да, pair plot, который нам построит конкретно scatter plot, который нас интересовал, да, то есть наши тренды. И что она здесь делает? Она нам построит не только, да, для двух фичей, да, допустим, то есть здесь мы даже не задаем, да, конкретно в чем мы задаем все фичи наши имеющиеся. Это рост, вес, индекс массы. И что она у нас здесь делает? Она сделает конкретно попарные, попарные графики, да. Здесь мы уже видим, смотрите, сразу же готовое распределение роста, распределение веса, распределение индекса массы, да, соответствующее. То есть если бы у вас было бы 20 переменных, то у вас были бы попарные, да, там, с 20 U, там, получается, было бы 20 на оси Y, да, переменных и 20 на оси X, и как бы они попарно вот так вот бы такой красивой матричкой бы показывали наши зависимости. Что мы здесь видим, да? Мы здесь видим, мы смотрим конкретно weight, да, вот эту вот колонку, даже вот здесь, да, мы видим weight, да, наш вес и наш индекс массы, да, и мы видим, что очень у нас линейная взаимосвязь индекса массы с весом. Почему? Потому что наши функции вот здесь вот, да, ну, получается, мы его не возводили в квадрат, да, мы просто поделили на какую-то определенную константу, да. А здесь уже рост, да, мы возводили в квадрат. Мы возводили в квадрат, поэтому мы здесь не видим конкретно вот такой вот взаимосвязи, да, между ростом и между индексом массы. Мы как раз таки и видим вот это вот распределение более такое квадратное, да, здесь. Если мы возьмем оригинальные наши данные, да, посмотрим на вот эту ячейку, здесь мы сопоставляем вес против роста, и мы видим, что это тоже более, более, как сказать, прямой тренд, да, получается, с увеличением роста у нас примерно увеличивается вес, да. Вот, но больше всего у нас линейного тренда у нас конкретно с индексом массы и весом. Ну, логично, наверное. Соответственно, вот таким методом мы можем строить у себя pair plot. Очень полезная штука, и сразу можно видеть уже какие-то закономерности, и отлично у нас уже видны сразу распределения. Давайте дальше посмотрим на еще один метод, который мы можем использовать, и это конкретно называется boxplot. У него нет перевода на русский, да. Ну, как у нас пишут, ящик с усами. Ящики с усами, они нам помогают, если у нас есть какие-то, допустим, категориальные значения, да, допустим, если бы у нас была бы переменная курса, да, если бы это были студенты, и у нас была перемена курса первокурсник, второкурсник, третий курсник, четверокурсник, мы бы увидели бы, да, допустим, разные распределения с помощью boxplot для каждой этой категории. У нас в Америке говорят, да, допустим, freshman 15, да, первые 15 фунтов, да, прибавляет студент-первокурсник, да, потому что он расслабляется, он уже поступил в университет, или он уехал там от родителей, живет отдельно и так далее. Много-много разных причин, да, и мы бы, наверное, если построили бы boxplot, да, для этих четырех категорий, да, мы бы увидели бы, что для первокурсников среднее веса распределения у нас было бы, наверное, немного выше. Но давайте уже не будем говорить, да, о boxplot, давайте уже его строить и понимать, о чем я говорю. В общем, еще, да, одно очень положительное свойство boxplot, конкретно даже уже на этапе в таком вот первичного анализа и EDA, Exploratory Data Analysis, мы уже можем видеть о том, имеются ли у нас выбросы, да, выбросы данных, то есть какие-то очень неординарные значения для конкретных характеристик, да, то есть мы бы видели, что у нас имеется человек, у которого рост там 2 метра, 50 сантиметров, это было бы выбросом однозначно, либо же в контексте конкретных определенных задач, если бы мы посмотрели на задачу, там, ребят, да, детей 10-летнего возраста, мы бы тоже там видели 2-метрового ребенка, это было бы однозначно выбросом, либо он какой-то акселерат, да, либо же и так далее, да, что означает у нас выбросы, и, соответственно, нам boxplot помогает эти вещи сделать, что мы делаем для нашей задачки, да, которую мы сейчас решаем с ростом и весом. У нас уже дана функция, которая преобразует наш имеющийся вес в 3 категории. Если у нас, значит, простыми if и elif, да, мы написали, если у нас вес меньше 120, то это категория 1, если у нас вес больше 150 фунтов, значит, это категория 3, и все, что у нас находится между ними, это... Ой, стоп, стоп. И все, что у нас находится между ними, это категория 2. Соответственно, мы создаем новые перемены, новую фичу из наших, получается, концепций, не концепций, а definitions, понятий, да, которые мы изучали. Мы создаем новую фичу weight cat, weight category, категория веса, да, с помощью метода apply. Мы apply именно вот эту функцию, которую мы сейчас сделаем, да, то есть она уже нам дана, мы ее зараним. Мы сделаем apply этой функции, weight category, которая нам дана, на нашу фичу, характеристику weight, да. Давайте сначала мы сделаем это, а потом уже будем создавать график. Так будет более понятно. Соответственно, мы уже это сделали здесь, да, просто создали новую перемену data weight cat. Это очень удобно, именно конкретно Python, Pandas, DataFrame нам позволяет делать такие очень простые манипуляции над данными, да. И давайте опять выведем пять первых значений, и мы здесь увидим, да, что, как мы и говорили, все логично, да, как мы и сказали, соответственно, категории 3 соответствует вес, который больше 150, категория 1 вес, который меньше 120, и все, что между ними, это двойка, да. Здесь нет никакого смыслового, смысловой нагрузки, это просто какие-то категории, да, арбитральные категории, которые мы разделили. И что мы хотим сделать? Мы хотим построить бокс-плот, о котором мы говорили, о магических свойствах, о котором мы говорили. Мы берем метод из библиотеки Seaborn, да, SNS. Мы же импортировали Seaborn как SNS, мы бы могли ее бы и, допустим, сказать бы и Seaborn тоже, просто писать нужно много, поэтому мы сделали сокращение, да, мы бы сказали бы бокс-плот. Мы берем в качестве X, который нас интересует, категории, да, которые мы хотим разбить, это вот категория веса, которую мы только что создали, и мы хотим по ней уже посмотреть распределение роста. И здесь, значит, задаем для X категория веса, и для Y это наш рост. Ой, сори, оказывается нельзя так сделать. Пардон. Значит, если мы уже импортировали как SNS, то тогда нам нужно использовать SNS. И, соответственно, мы здесь видим, да, очень логичный тренд, что у нас отвечает категории маленький вес, маленький рост, да, мы видим синенькое, средний вес, да, средняя категория веса, какой-то средний рост, и третья категория веса уже, соответственно, и повыше люди. Вот что у нас в бокс-плоте конкретно означает, да, вот эта вот средняя черта, это медиана. Медиана – это 50% людей вот имеет вот такой вот, получается, рост именно в этой группе. 50% людей имеют для второй группы там 68, грубо говоря, да, и ничей рост и так далее. И вот эти вот точечки, да, это уже все, что выходит за... квартиль 25-й, да, и за квартиль 75-й. И мы можем их, да, там, категоризировать в каком-то случае, да, уже как выбросы, да, соответственно. Но здесь, так как это у нас нормальное распределение, я бы не сказала, что прямо это капец выбросы, это просто такие уже менее редко встречающиеся, да, кейсы слишком, там, низких людей, слишком высоких людей, но в каких-то других задачах можно уже просто бокс-плот использовать, и мы видим вот эти вот выбросы, да, вот эти выходчики, которые выходят за значение, там, 75-го и 25-го квартиля. Здесь мы делаем скетер-плот. Просто наши данные, которые изначально нам были даны, да, просто смотрим распределение, то есть взаимосвязь между весом и ростом, и мы видим вот это вот облако, да, и вот через это облако мы пытаемся уже найти какой-то фит, реально вот эту нашу прямую линию, да, которая нас интересует, и соответственно говорить, что вот если у человека 120 инчей, ой, инчей, говорю, 120 фунтов его вес, да, мы хотим понять, вот какая-то у нас будет прямая, да, примерно предсказать, какой у него будет рост. Исходя из этих данных, мы можем вывести вот эту прямую, и она примерно будет пролегать вот так, да, если примерно, да, мы уже будем видеть, что скорее всего 120 соответствует 66 инчей. Давайте пройдем дальше. Мы сейчас говорили о конкретно первичном анализе, да. Теперь мы хотим... Здесь мы не будем вдаваться прям в математику, здесь это не для этого дано, это просто для наглядности того, как работает именно алгоритм. То, что я уже объясняла, да, у нас есть вот параметр икса, это параметр нашего веса, да, то есть, допустим, я, мой вес 57 килограмм, да, а вот мой рост настоящий, да, 163 сантиметра, да, допустим, это хорошо или нехорошо, я реально вкладываюсь, типа, в тренд всех людей, или у меня неординарный рост для моего веса. Интересно, да, знать, допустим. Вот это и означает, икс мы сюда в икс вставляем наш вес, да, 57 килограмм, и там, и получаем на выходе какой-то Y, да, если у нас есть уже какая-то моделька, моделька с интерсептом и с V1, это наш угол наклона, да, выходит ли на самом деле 163 сантиметра, или все-таки я высоковато или низковато, да, для такого роста, вот. И, соответственно, вот мы преследуем вот этот эррор, да, который мы видели, МСИ, да, но давайте наглядненько будем смотреть, вот на вот этих вот отклонениях мы видели, мы просто хотим по всем вот этим вот точкам сложить все вот эти отклонения, то есть, вернее, не сами отклонения даже сложить, а вот когда мы вот эти отклонения возвели в квадрат, и все это сложить, это то же самое повторяется здесь, это то же самое, вот оно, наше уравнение прямое, которое мы получаем, да, из этих данных, а вот они, наши фактические значения YI. YI – это что значит? Y именно для итого значения. ИТ-значение конкретно, какой номер ты в таблице нашего датафрейма. Один ты там, два или пятьсот, да, допустим. И мы здесь подставляем конкретное ИТ-значение, вот так нужно считывать эту формулу, да, по математике, от I, равного единичке, до N, равное, допустим, тысяче, да, если у нас было бы тысяча наблюдений, тысяча студентов, но в нашем случае у нас 25 тысяч. И, соответственно, для всех этих 25 тысяч, да, допустим бы, если мы бы не развивали там на выборку обучающего-необучающего, мы бы все бы загнали бы, да, чтобы понять вот эту вот прямую. Так мы бы для каждого из 25 тысяч посчитали бы вот это квадратичное отклонение, да, то есть от настоящего, и вот этого уравнения прямой, вот эти квадраты все возвели бы, и потом бы все это сложили бы по 25 тысячам. И тогда бы мы поняли бы, что вот у нас такая-то ошибка есть. Здесь нам дана уже, получается, функция того, как мы будем считать error. У нас вот есть параметры V0, V1, да, которые нас интересуют. Y – это мы пытаемся предсказать. Здесь, получается, рост. X – это наш вес, да, наша зависимая переменная. И здесь вот как аналогично формуле, это задание было из формулы. Мы видим формулу, мы положили это все в код. Ничего не придумывали, ничего не выдумывали, даже не выдумывали формулу, даже, может, и не понимали ее особенно, просто взяли из этой формулы, сюда вставили наши параметры, которые уже у нас имеются. X и T – это значение нашего веса. Возвели все в квадрат. И при каждой итерации мы будем это, получается, суммировать. Вот она наша формула. Что же делаем мы тут, да? Получается, мы делаем опять скетер-плот. Давайте сделаем скетер-плот. А, это график мы уже расстроили. И нам просто говорят, вставь вот арбитрарные параметры, да, вообще левые параметры. Вот начинаем прямую с 60, значение 60, угол наклона 0,005. Просто левые параметры. Либо же давай с 50 начнем и арбитрарный параметр 0,16. Просто дали в задании. Вообще ниоткуда, да? Сказали, давай вот берем наши данные и рисуем на наших данных вот эти прямые, да? Что значит вот эти прямые? Оранжевенькая прямая – это у нас конкретно второе значение, начиная с 50, наша прямая начинает с 50 и с нашим углом наклона 0,16, да? Смотрите, как мы понимаем, да, что с 50. Если мы действительно бы продолжили бы прямую сюда вниз дальше, да, то тогда при соприкосновении с х, равному нулю, ее значение было бы равно 50. Ее значение равно было бы 50. И вот задаем уже потом угол наклона, угол наклона, это вот в уравнение мы вставляем, да, какой бы у меня был бы, да, допустим, тогда здесь рост, давайте даже посчитаем, да, получается, если у меня… А, хотя это же надо в инче переводить, окей. Неважно, короче, забейте. И мы бы тогда бы просто вставили бы наш вес, допустим, да, 57 килограмм, умноженный на там, сколько это там коэффициент фунтов, да, сколько, 1 килограмм, 1 килограмм – это 2,2 фунта, да, допустим. Умножаем на 2,2, да, умножаем на 2,2. Смотрите, да, это мы сначала просто перевели килограммы в фунты, затем мы умножили на вот этот арбитрарный, суперарбитрарный, да, тренд, там, 0,16 на 0,16, да, и прибавили 50, да, и тогда мы можем видеть, что у меня, да, для моего роста вес, для моего веса вот такой вот рост, да. То есть мы 70 – это в инчарже, правильно? То есть мы вот это вот значение 70 на 106 умножаем еще на 2,54, и мы видим, что для моего веса у меня как бы типа с вот этим вот оранжевым трендиком мой рост должен был быть 178. Но мы понимаем, что как бы по факту-то, по факту-то рост у меня, ой, извиняюсь, по факту-то у меня рост 163, так, не так, а 163, да, и 163. И мы видим, что вот как бы 178 и 163, ну, не очень вообще как бы представляют реальность, и, соответственно, даже мы видим, понимаем, да, по этому графику, что это на самом деле не совсем соответствует реальности вообще. То есть это завышенный тренд такой, то есть как бы какие-то там, блин, норвежцы или нидерландцы, наверное, скорее всего, но не обычный человек. Из-за ростного мы просто как бы здесь построили такие играшки, да, и понимаем, что не совсем характеризуют наши значения настоящие, да. Что мы дальше сделаем? Здесь мы просто давайте посмотрим, да, что как мы выводим, получается, настоящее значение, да, это, то есть то, как работает, да, линейная регрессия, а не то, как мы будем строить модельку, да, саму. То есть конкретно с помощью задачки оптимизации мы должны найти настоящую вот эту вот линию, да, которая здесь у нас работает. И что нам дается, да, здесь задание, мы должны на промежутке от икса, от минус единички до 100, мы должны найти для каждого значения икса его оптимальное там значение его угла наклона, если мы будем стартовать из 50, да, как вот эта вот оранжевая линия, если мы начинаем с 50, давайте здесь построим дальше вот это наше уравнение, да, и что мы получаем на выходе? Итак, мы построили функцию зависимости ошибки, да, которая вот нам была здесь дана. Мы построили здесь отсюда вот это, и мы понимаем, что самую минимальную ошибку, да, вставляя каждое раз значение икса, мы получаем при значении там 0, 12, да, 0, 12, 5, 0, 125 получается наш угол наклона должен быть. Но это, получается, это немного концептуально даже. Это вообще не надо понимать, делать, не надо уметь делать для того, чтобы построить линейную регрессию. Просто описываем, что вот здесь мы находим какой-то оптимальный минимальный минимум, да, и тогда, и тогда мы бы построили бы с 50 и 0, 20, 0, 125, это наша, получается, был бы наша линия. Здесь у нас есть еще один метод, который мы могли бы воспользоваться, чтобы найти настоящее значение, да. Настоящее значение, то есть это тоже нам не нужно знать, это просто то, как работает наш, получается, алгоритм, да. Он может работать и так. Либо же мы можем выводить это из формул, как мы здесь показывали, да, какие-то. Но вообще на практике мы просто сейчас будем скачивать сам по себе вот эту вот, сам по себе линейную регрессию сам по себе и уже применять это уже все внутри встроено. То есть то, что вот это мы все проделаем, да, сейчас это уже все внутри встроено, и нам не нужно каждый раз находить вот эти веса и так далее. Это просто реально здесь помощь, да, для понимания, как это работает. То есть мы опять-таки задаем интерсепт 50, и мы находим вот этот вот вес тогда оптимальный с помощью сайпай, оптимайз, минимайз, скейлера, да, функции, находим 0,14. И тогда мы уже задаем вот здесь, да, наше уравнение, наше уравнение 50 плюс, 50 плюс вот этот вот 0,14 умножить на weight, да. Давайте посмотрим, может быть, это у нас будет лучше работать и лучше предскажет какой-то там мой суперсреднестатистический рост, да, ставим вот это значение. Это опять-таки угол нашего наклона. У нас поменялся угол наклона, который мы оптимальным методом нашли, да, с помощью сайпая, и взяли вот эти вот 50. Это откуда начинается наша прямая, да, интерсепт. То есть мы можем задать ее от 70, да, и тогда она пойдет вот какая-то такая, но она не предскажет нам тренд хорошо. Мы начинаем вот с 50, да, верно? Смотрите, давайте посмотрим. И она предсказывает нам 67,7. Теперь мы вот эти 67,7 умножаем на 2,54, которое у нас в дюймах, да, получается. И 172, опять я 172. Ну, то есть уже лучше, чем 178, но немного не совсем, я бы сказала, приближено к реальности, да. Давайте просто тогда плод сделаем этого всего, и мы увидим, да, как у нас проходит вот эта линия, да. Мы видим, что она вот начинается с 50, если мы продолжим ее сюда, и она уже гораздо лучше приближает вот действительно тренд. Тренд вот этого всего. Пожалуй, с вот этим вот ноутбуком мы здесь закончим. Здесь дальше у нас вы можете просто сами заранить вот эти вот все строчки. Это у нас просто то, как именно мы находим вот эти вот оптимальные значения, как алгоритм внутри, сам находим, да, получается. Ну, в разных библиотеках он, может, там по-разному написан, но в целом, в общем, он решает задачку оптимизации. Но этого на практике мы не делаем. То есть это то, что мы хотим понять, да, как у нас работает линейная регрессия. Сейчас мы все-таки попытаемся сделать более прикладное применение этого алгоритма и откроем второй, получается, наш ноутбук, о котором мы уже говорили на нашей сегодняшней презентации. Мы говорили конкретно о песне, да, которую мы предсказываем. Ну, хотя у нас здесь, в принципе, нету нигде этого примера. Так, где-то он был. Да, вот. Мы предсказываем год выпуска песни на основе его аудиофичей. Здесь давайте быстренько просмотрим. У нас еще есть время. Опять открываем, получается, просто в Юпитере. Смотрите. Очень легко, да. То есть мы зашли в нашу папку, да. Я опять покажу, да, там localhost. Localhost, она уже у вас в памяти есть, да, допустим. Вы просто заходите. Ну, вообще с анаконды, да, как она запускается, если вчера, как бы, у вас еще не было, да, такой возможности. Вы заходите вот в навигатор, да, у нас есть Юпитер ноутбук. Мы говорим запуск к нему. Он уже сам запускается, и он уже сам открывает вам localhost 8888, да, на вашей локальной машине. Это вот так делается. Либо мы открываем новое окно терминала, да, и говорим ему Юпитер, просто здесь ноутбук. Нажимаем Enter, клик, да. Я просто не знаю, если я сейчас это сделаю, что он у меня сделает. Он мне откроет еще один, наверное. Да, видите, уже просто localhost 8888 здесь, так как я уже сижу на 8888. Видите, это очень просто. И, соответственно, мы здесь выбираем, что, десктоп, нашу папку, да, где у нас находится, получается, находится наша папка stamp.camp. Дальше падаем в день регрессии. Это если у вас на локальном ноутбуке. И здесь уже, получается, нажимаем на этот ноутбук, он сам у нас открывается. Так все просто очень работает. Здесь мы, соответственно, сделаем опять-таки, как обычно, первичный анализ и построим базовую модельку линейной регрессии. Попытаемся ее оценить. Это вот весь, получается, пайплайн, да, который мы рассказывали на этом слайде, мы видели, либо же вот здесь вот мы видели тоже, да, что мы здесь делали. Загрузили данные. У нас тоже фичи как бы есть, мы прям так сильно ничего не преобразовывали. Хотя, может быть, мы и будем преобразовывать, да. Затем обучили модельку линейной регрессии, оценили работу модели и сделали предсказания, да. Поехали. Соответственно, мы здесь опять подгружаем наши необходимые библиотеки, которые нам нужны. Здесь это NumPy, Pandas и Matl.ly. Загружаем наши данные. Как я уже рассказывала, если у вас находится там в другой папке, то на Windows, да, я, ну, в смысле, на работе я на Windows работаю, да, и там бы, как бы, я бы вводила вот так, users, там, мои фамилии, папка, sdk, desktop, бла-бла-бла. И так бы подгружала. Так как у меня здесь находится мой файл с данными в формате CSV, находится в этой же папке, я просто тупо беру в этой же папке D&D, это вот так, понятно, да, ноутбук вместе с моим документом. Мы просто его подгружаем. Почему мы здесь выбираем sep равный запятой, да, потому что наши данные, наши данные таблички CSV разделяются запятой. Чем они могут разделяться, ой, сори, извиняюсь, они могут у нас разделяться вот таким методом, они могут у нас разделяться с синеколон, они могут у нас разделяться просто там, тэп, да, допустим, тэп, не знаю, там, пробелом, по сути дела, если бы это был пробел, мы просто бы здесь реально тупо бы и пробел ставили. Но так как у нас запятой, мы говорим вот про запятую. Загрузили. Это у нас, запомню, да, это у нас миллион наших песен, но здесь у нас будет не выборка в миллион, у нас выборка в 450 тысяч песен, но мы, конечно, будем модельку строить на более сокращенные данные, чтобы это было быстрее, да. И, соответственно, здесь, опять-таки, все те же шаги мы делаем, мы смотрим первые пять значений, правильно ли у нас все подгрузилось, вот у нас лейбл, да, мы в первой колонии уже видим год выпуска нашей песни, всего у нас 91 колонна. Если мы сделаем дейташейк, мы поймем, что у нас реально 515 тысяч срок и 91 колонна, и внутри этой 91 колонны у нас уже есть вот эта наша разметка, да, лейбл, называемый годом выпуска. Мы видим здесь, вот первые пять значений имеют 2001 год выпуска песни, да. Здесь у нас какие-то странные, разные там названия, там, Timber Average 8, 9, что они означают, не знаю. Но вот какие-то разные характеристики уже песен. Если глубоко прям копнуть здесь, как будто бы они уже, здесь у нас преобразованные, то есть не чистые значения уже, не оригинальные значения сырые, а какие-то преобразованные данные, как будто бы они уже нормализованные здесь, да, грубо говоря. Может быть, мы бы даже могли бы это там, не знаю, там, хистограмму построить и понять, да, что это действительно преобразованный в нормальное распределение. Ну, это такое. Это нам сейчас пока не нужно, да. Пофигу нам, какие нам данные. Мы будем брать, получается, первые 12 признаков наших данных. Смотрите, что мы сделали. Мы просто взяли вот iLog, да, применили метод iLog. Именно с помощью индексов, да, находим наши строки и наши колоночки. Вот здесь вот выбираем двоеточие, соответственно, выбираем все значения, 515 тысяч строк. И здесь мы уже выбираем, слайсим до 13 колонны. Соответственно, первые 12 признаков выбираем. И что мы делаем? Мы не создаем новый DataFrame, мы просто перезаписываем тупо здесь. Data равно Data iLog. Все, взяли до 13 колонны. Запятая до 13 колонны. Что мы теперь здесь делаем, да, чтобы у нас не было вот какой-то no-name label, да. У нас просто вот берем какой-то очень интересный функционал, которым я, честно говоря, на работе даже не пользуюсь прям так много. Просто беру тупо переименовываю. Здесь прям интересно. Берешь функционал rename, индекс равный stream, и columns заменяешь, да, label на year. И вуаля. Делаем аналогичную же health check проверочку. Берем data head, и мы видим уже вместо label, да, как у нас было до этого, мы уже видим, что у нас year, да, конкретно ничего не поменялось, конкретно взданы, просто поменялось название колонны и так далее, тыром-пыром-пыром. Мы видим, что вот наши 12 фичей, которые нас интересовали, они есть, да, и наш, получается, label. По сути дела, давайте сделаем так, data shape, мы видим, что у нас 13 колонн, да. Почему я говорю 12 фичей? Потому что у нас реально 12 признаков, да, от 1 до 12, и 13, получается, колонна наша, это конкретно наш target, да. Давайте исследуем интервал наблюдения таргета, то есть мы просто берем, мы просто берем min и max, да, потому что это у нас числовая переменная, мы берем методом min data year, и мы видим, что самая ранняя песня релиза, да, в этом датасете 1922 год, мы могли бы сделать аналогично вот так, да, допустим, мы бы увидели 1922 год, и здесь мы берем max data year, просто понимать, что у нас последний релиз был в 2011 году. Здесь мы используем for loop от как раз-таки минимального значения до максимального значения 2012 года. Почему, да, то есть у рейнджа же он, получается, не берет последнее значение, он обрезает. Поэтому, чтобы у нас включилась 2011, мы здесь берем 2012. И здесь мы вот в наш дикшенаре для каждого why заполняем, да, количество, то есть количество того, как встречается, да, именно этот год. Мы здесь это сохраняем, да, в этот дикшенаре, называемый in songs, задаем переменную years range от 1922 до 2011 года. Это значение, да, получается, из дикшенаря именно по why, да, для каждого значения years. Это, то есть необязательно, да, гораздо можно проще, да, создавать графики, но это прямо здесь такой замороченный метод, чтобы понять именно наше распределение, да, получается, уже агрегированных значений, да, сколько у нас для каждого соответствует, да, для каждого года соответствует в нашей именно вот этой всей выборке, да, из 515 тысяч строк количество песен для каждого нашего года. И мы понимаем, что у нас самое популярное, это у нас 2008, да, наверное, год, или 2007 год, да, максимальное количество у нас песен было релиза в 2007 году. Это не говорит, что в мире это было, мы говорим конкретно о нашей выборке, да. И теперь мы подходим, мы закончили немножечко с нашим первичным анализом, да, на данном этапе, но мы дальше к нему вернемся однозначно. Здесь мы переходим к самому мясу, самому интересному моменту, наверное, по машинному учению касаемому, но очень простым методом. Здесь вообще в идеале, да, как бы мы должны были бы использовать библиотеку Эдскалерн, да, Сайкетлерн, и мы должны были бы использовать метод train-test-split для того, чтобы разбить нашу выборку, да, разбить на тестовую и разбить на train и тест. Train и тест – это значит обучающий и тестовую выборку. Мы бы должны были использовать вот именно этот метод из этой библиотеки, но здесь мы берем вручную. Вручную почему? Потому что тот, кто делал этот датасен, да, собирал, нам рекомендуют, чтобы какие-то там песни и авторы не повторялись, мы должны именно разбивать вот так, да, но это не так, как делается в других датасетах. Значит, мы берем первые 463 тысячи строк, мы берем в качестве обучающей выборки, и остальные, да, мы берем в качестве валидирующей выборки, имеет значение валидирующие в данном кейсе тестовая. Соответственно, смотрите, в x мы записываем, в x мы записываем все данные, да, что мы опять берем, iLog по индексу, мы берем все, все значения строк, запятая, и все значения колонок, да, здесь мы записываем. Далее в i, y, то есть наш таргет, да, мы записываем нашу первую колонку. В компьютере, в программировании это значит нулевая колонна, да, которая у нас отвечает за наш год, year, да, как мы видим. Мы записываем пока это вот в x и y. Они для нас не нужны будут потом, но чтобы прям разбить руками, да, вот это все дело, нам нужно так сделать. Затем мы создаем уже train, да, выборку, нашу обучающую выборку, в которой будет пока и x, и y, наша искомая зависимая величина, y, год выпуска песни, и x – это все наши фичи, да, там, все музыкальные частоты, музыкальные что-то, тимбры и так далее, да, которые у нас имеются в дата-сете. Мы, значит, соответственно, как и нам рекомендовали, до 463-тысячной строки мы берем, получается, x и все колонны записываем. Затем мы заморачиваемся и берем sample 60-тысячная. Ну, зачем мы заморачиваемся, чтобы не обучать долго эту модельку, да, в качестве просто обучения, тренировки сейчас, да, на воркшопе мы берем просто 60 тысяч значений рандомных. Зачем мы говорим random state 42? Мы делаем какой-то seed, чтобы у нас, соответственно, вот там, Дарья разобьет тест, потом осель разобьет, да, свой трейн, да, и чтобы у нас у всех были одинаковые значения, одинаковые индексы, да, одинаковые наблюдения, мы задаем вот random state, конкретно random state 42, арбитральный 42, 42 – это 42, но чтобы, если вы все зададите 42, то у вас у всех будет одинаковое. Можно договориться, забить любую цифру там, получается. И затем мы здесь берем уже настоящий X-трейн, который нам нужно будет, да, мы будем использовать. Давайте мы выделим это в отдельную ячейку. В общем, мы заранили вот эту штуку, это делается быстро, да, потому что это быстро. И затем мы уже создаем X-трейн, наши фичи, да, обучающие, и Y-трейн – это уже, получается, наш соответствующий ему обучающий таргет наших песней, релизов, года выпуска, сори. И здесь у нас, получается, почему мы берем опять, да, iLog, мы слайсим от первой колонны, потому что нулевую колонну, называемую year, да, мы вставляем уже в таргет, она нам не нужна. Нам нужно обучиться на всех этих пичах. Вот. Так мы, получается, делим, да, и у нас выходит X-трейн и Y-трейн. Это самая основная концепция, которую вам нужно ухватить, да, сейчас. Сейчас аналогичным методом мы создаем тестовую выборку, называемую valid. Она у нас уже была здесь как трейн, и теперь у нас valid. Нам рекомендовали с 4-х, что-то там, тысячные строки. Здесь мы взяли пока все колонны и строки только начиная с этой, да, получается, индекса. И берем sample в 10 тысяч, да. Это арбитральное значение, просто нам не нужно так много прям значений, чтобы валидировать, да. На самом деле, конечно, нужно использовать по максимуму все данные, но для того, чтобы обучиться, нам сейчас это не так уж и важно. Соответственно, мы взяли valid, да. Давайте посмотрим, что такое valid. Это тоже самое, тоже самая выборка из всего нашего изначального датасета с 15, с 13 признаками. Вот, видите, да, это valid. То же самое, точно такая же структура, просто у нас другие индексы идут. Вот. И здесь мы уже создаем нашу тестовую выборку и нашу по x нашим фичам и y-valid. Это нам пригодится для обучения конкретно нашей модели. И вот эта наша тестовая выборка нам поможет сделать оценку нашего алгоритма. То есть это необходимо, да. Значит, здесь мы берем, опять-таки, уже все значения из valid. В valid у нас не все значения уже, вы понимаете, да, мы же уже разделили его мы понимаем, что здесь у нас только 10 тысяч значений. И, соответственно, x-valid тоже будет 10 тысяч значений, 10 тысяч наблюдений, и y-valid тоже. Здесь мы берем, получается, все 10 тысяч значений и уже считаем от первой колонны, минуя вот этот year. А в y-valid мы записываем... Ой, здесь неправильно, здесь из valid, да. Здесь из valid мы уже записываем, получается, первую колонку. И здесь тоже неправильно оказалось же. Почему так? И вот тут тоже из valid мы берем первую. Если мы скажем, что такое y-valid, мы поймем, что это наши тестовые значения всех наших песен, да. Вот они все наши. Мы даже можем так сопоставить, да, 5 642 индекс и так далее. Давайте теперь убедимся, ну, это было в том, что у нас из себя представляет x-train, y-train, x-valid и y-valid. Вернемся к нашим слайдам, да. Мы видим, да, что мы сделали. Мы реально сделали вот это. Мы реально разбили наш весь датасет на вот train-датасет и на test-датасет. И это нам будет очень важно и нужно. Здесь мы посмотрим просто sample, да. В x-valid и точно так же в x-train, да, у нас уже нету наших y. Наших y, что значит наши y? Это уже нету наших значений выпуска в песен, да, годов в песен. Вот. Здесь мы видим, получается, все наши фичи, которым будем использовать в обучении. И вот здесь в x-valid те, которые мы будем для оценки нашего алгоритма использовать. Здесь мы быстренько пройдемся опять, да, импортируем Seaborn и назовем его коротенько SNS. Используем очень классный график, который называется HitMap, да. HitMap – это в переводе с английского, да, карта разных там пожаров, да, грубо говоря, интенсивности, наверное, пожаров. Скорее всего, исторически она туда приходила, я точно не знаю, но это очень полезный нам график. Что мы здесь будем делать, да, смотрите. Соответственно, мы будем искать корреляцию, да, корреляцию и взаимосвязи. То есть мы хотим здесь увидеть взаимосвязи, взаимосвязи, получается, между переменными, между вот этими переменными и фичами. То есть исследуем 50 случайных наблюдений. Мы здесь не взяли всю выборку, да, наши там 60 тысяч и 10 тысяч. Мы просто взяли 50, опять-таки, рандомных значений, рандомных значений наших фичей. И мы хотим посмотреть, как они у нас коррелируются, да, между собой. Мы можем наблюдать дисперсию каждого параметра в зависимости от цвета по шкале. Да, как у нас, получается, разброс идет. Это у нас 50 наблюдений, да, вот здесь. А здесь это все наши фичи. И мы хотим здесь посмотреть, как у нас, получается, разброс идет от каждого значения. То есть если мы посмотрим на вот эти вот фичи, на которые в конце, да, они как будто бы не очень сильно разнятся между собой на самом деле. Самый большой такой разлад и такой вот спред, да, размах значений идет вот в первых, наверное, вот Timber Average 2, Timber Average 3, Timber Average 5, да, мы видим. Потом тоже вот этот Timber Average 1, у него не очень большой такой размах, мы видим по вот этой вот шкале. Но это просто дескоптивно, да, для нас. Затем, что мы делаем еще в этом ноутбуке? Подготовочка, да, наша следующая. Здесь мы создаем, перезаписываем, получается, начинается наш год, чтобы для модельки вставить не 1922, да, то есть не 1922, а мы как бы из наших значений, да, допустим, 2008 год песни, мы вычитаем 1922, откуда, когда начинается самая первая песня. Чтобы у нас было значение от нуля. От нуля так нам будет легче понимать и легче, получается, прогнозировать, да, и делать нашу модельку. Соответственно, мы здесь берем вот такое вот list comprehension, да, называется это у нас в питоне. Можно сделать это for loop, но лучше использовать list comprehension. Здесь внутри, уже внутри листа идет свой for loop. И, соответственно, из каждого значения нашего года мы вычитаем начальный 1922, чтобы у нас был просто лучше понимание и лучше вставить это в модельку. Мы просто опять переписываем это в data year. Мы не создаем новую колонну, мы просто переписываем это. И если мы сейчас возьмем, да, уже data head опять, да, то мы поймем, что у нас год, здесь получается 79, да, но у нас на самом деле не 79 год, а мы прибавляем 1922 плюс 79. И на самом деле это у нас 2001 год, который мы и видели в начале. Просто мы смещаем это все к нулю. И здесь мы делаем аналогичный же график того, насколько часто у нас случаются песни. То есть наш график не должен был никак меняться. Мы просто видим, что значению, наверное, 83, да, 82 соответствует самое большое количество релизов песен. Теперь. Здесь мы уже наконец-таки приступаем к тому, чтобы построить нашу первую линейную регрессию. Вот этот текст давайте проигнорируем. Здесь этого мы не будем делать. Что мы конкретно делаем, да, здесь? Есть очень классный функционал из, опять-таки, самого пандуса. Мы берем его, сделаем describe, да. Мы берем наш таргет, получается, year, это год, да, релиза песни. И мы говорим describe. Ну, опиши мне, сделай мне описательную статистику, да, по этому году. Так как мы уже его сместили, мы видим, да, что самый популярный медиан у нас, да, медиана не средний, медиана, это у нас 80, получается. Значит, у нас 50% значений, у нас имеют, да, допустим, 80... Не 50% значений, а 50% у нас падает именно на 80% значения. 80. 80 плюс 1922, 2000 какой-то, 2002 год, да, получается. Реально. А средняя у нас 76, средняя у нас меньше. Ну, у нас 50% значений лежит, вот, как мы можем понимать, да, эти персентили, 50% значений лежат дальше 80, и 50% значений всех наших песен лежат меньше 80. Вот так мы понимаем это. Максимально у нас 89, мы тоже из этого describe'а можем видеть. И np.mean.er мы тоже используем вот это, получается, мы видим, что это у нас 76. Теперь, наконец-таки, мы импортируем из нашей библиотеки Escaler, Escaler, если у вас ее нету, да, допустим, грубо говоря, то вы делаете то же самое PIP, PIP, install Escaler. Если она у вас уже есть, то вам это не нужно делать. Тогда мы берем, говорим, из Escaler импортируем Model Selection, но он нам сегодня не пригодится, Linear Model. Это именно как раз-таки под пакет Escaler, да, библиотеки, в которой мы будем брать уже готовый алгоритм, линейный регрессий, не будем никакие-то оптимизаторы строить, не будем никакие там уравнения решать, а просто уже готовая линейная регрессия и то, как мы действительно на практике чаще всего в Data Science и работаем. То есть мы ничего там... Мы, конечно, заморачиваемся и высчитываем, но самые простые модельки мы всегда берем и импортируем отсюда. Вот. И метрикс – это нам нужно для того, чтобы именно вычислить нашу вот эту вот ошибку, да, метрику MSE. Оттуда из метрикса мы уже будем брать. И из Escaler Linear Model, да, уже мы, получается, берем линейную регрессию. Теперь мы задаем вот такую вот штуку, и мы будем задавать это для каждого, получается, именно алгоритма, да. Мы создаем просто объект LM, и в него мы запускаем именно линейную регрессию из Linear Model. Вот. Она пока ничего не имеет, никакой модели, мы просто инициировали ее. Правильно? Вот теперь уже мы переходим к самому интересному, да. Мы здесь, как я и говорила, берем метод fit, да, вот этого, получается, объекта линейной регрессии. И что мы здесь делаем? Самое важное, мы здесь вставляем наш экстрейн, это все наши фичи, да, напомню, да, что такое экстрейн. Ой, сори, ошибочка. Экстрейн, мы здесь, получается, видим, да, все наши, получается, значения наших фичей. А что такое white rain? White rain – это смещенные значения наших песен. А вот здесь он у нас не смещенный, пусть будет не смещенный. Здесь мы, получается, вставляем white rain, и так мы будем делать всегда с именно обучением, с обучением с учителем, как мы говорили вначале, с supervised learning, LM fit, linear regression, да, она просто нам выдает linear regression. Теперь же у нас есть наш x-valid, да. Давайте напомним, что это у нас такое. Это уже фичи нашей тестовой выборки. Соответственно, у нас уже есть LM, да, если мы распечатаем LM, то мы поймем, что это наша моделька, линейная регрессия. Мы еще пока не знаем, хорошая она или нехорошая, но у нас она есть, да. Соответственно, мы создаем новый, получается, вектор уже здесь, да, LM predictions. LM predictions, он в себя запишет внутрь все наши предсказания с нашей базовой моделькой линейной регрессии на основе фичей тестовой выборки. Здесь, чтобы уже сделать именно предсказание, да, predict, мы не берем y-train, мы не берем y-valid, y-test и так далее. Мы просто берем наши фичи, потому что нам нужно из наших фичей сделать предсказание какое-то, да, используя нашу базовую модельку LM, линейной регрессии, LM predictions. Давайте посмотрим, как они у нас выглядят. И, как видите, мы видим вектор, да, который нам говорит, что для первого значения, давайте посмотрим, как выглядят настоящие, да, значения y-valid. То есть y-valid, первое значение, это 2005 год, второе, 2008 песня, 2008 год. По нашим предсказаниям, судя наше предсказание, у нас первый – это 2000 год, если округлять к максимальному, то 2001, да, дальше у нас 2001, 2003, да. Ну, то есть так мы не можем понять, это хорошо предсказало или нехорошо предсказало, да, и, соответственно, для этого мы берем из метрикс, который мы уже импортировали, мы берем min absolute error, вставляем в него наши значения настоящие, да, наши фактические значения нашей тестовой выборки и сопоставляем их уже с теми предсказаниями нашей базовой модельки линейной регрессии. И мы получаем какое-то определенное значение min absolute error, да. Min absolute error – это не MSE. Это не MSE. Это у нас то, что мы говорили здесь конкретно, это вот это, да, это у нас абсолют разница, а не квадрат разницы, квадрат отклонения. Но это тоже хорошая метрика, которую мы можем использовать. Здесь мы используем calc rmse, мы сами написали функцию, да, давайте просто ее заранее вот тут импортируем предварительно math, пакет math, который использует там разные вещи, да, там сам и прочее-прочее. А, нет, он использует sqrt, sorry, квадрат из MSE. Мы просто зараним эту функцию, чтобы понимать метрику, да, нашей модели. Мы понимаем, что calc rmse нам выдает 10.12. Это нам, как бы, наверное, прям так сильно ни о чем не говорит. Мы можем только в сравнении, да, понимать, хорошая у нас модель или нехорошая. У нас буквально чуть-чуть осталось. Три минутки, наверное, чтобы немножко завершить этот ноутбук. И дальше мы уже потом пойдем по вопросам, если будут, и по домам. Я быстренько сделаю, получается. Давайте сделаем вот как. Давайте возьмем и импортируем. Нет. Здесь мы не будем вот эти все графики строить. Они нам особо сейчас ничего не скажут, скажем так. И вот это мы тоже не будем ранить. Оно нам прям так сильно ничего не даст. Это можно будет, в принципе, дома заранить. Нам нужно будет понять больше, как бы, сравнений разных алгоритмов. Давайте сделаем вот как. Так, возьмем альтернативный алгоритм, который мы можем использовать для регрессии. Это уже SGD-регрессор. Это непростая линейная регрессия. Аналогичным образом из пакета LinearModel мы его берем, этот объект, да. Это уже готовый алгоритм, записываем точно так же в регрессор. Ранее мы записывали это в LM. Правильно? LM – это где у нас была наша линейная регрессия. Здесь регрессор мы в лекции не смотрели на SGD-регрессор. Мы просто посмотрим на то, как работает альтернативный алгоритм, который нам тоже может помогать решать задачи регрессии, да. Записываем его в регрессор, берем базовые параметры, да, дефолтные. Задаем его. Мы видим, что это объект SGD-регрессора. Ой, что ли? Так, SGD-регрессор RandomState 0. RandomState 0 нам нужно задавать, чтобы у нас у всех были одинаковые ответы, да, потом в конце, потому что он все-таки более рандомный, рандомный, стахасический, поэтому у него по-другому немного работает, да, стимизация. Здесь мы делаем, опять-таки, аналогично в этой строке мы делаем все наше обучение. Все наше обучение на X-Train и Y-Train. Давайте будем X-Train брать. Мы здесь обучили нашу регрессию с методом, с алгоритмом SGD. Мы его не проходили, но это для альтернативы, да, получается нам. Все, в одной строке все обучение, никаких оптимизаций, ничего, ничего не нужно было делать. Далее в SGD Predictions аналогично, как мы записывали в LM Predictions. Мы берем наш объект регрессора, да, это уже наша модель. Вот это уже наша модель. Мы берем нашу модель, вот эту, да, регрессор, и применяем метод predict на нашу тестовую выборку. О, disregard. И мы записываем его в вектор SGD Predictions, да, array. И сейчас, взяв эти SGD Predictions, мы видим, да, что здесь у нас предсказано. А что-то какая-то фигня предсказана. Так, что у нас с White Rain? White Rain. Что-то не то, короче говоря, предсказано. Ну, окей, вполне возможно. У меня, возможно, так, White Rain, X-Train. Мы берем метрику min absolute error. Да, что-то не то, кстати говоря, что-то не то пошло. Да, я понимаю, почему здесь не то пошло. Это было неправильно с моей точки зрения, потому что здесь нужно было все-таки нормализовать данные, а у нас данные ненормализованные. Поэтому здесь у нас выходит вот такая вот гигантская ошибка, да. Почему, да? Почему? Это как раз-таки для нас очень хороший обучающий момент, да. Почему у нас, как бы, когда мы сделали, заранили LM, да, у нас вышла вот реально минимальная ошибка. Это значит, что вот в сравнении с тем, что у нас было, да, регрессор, регрессора модель и модель LM, да, она у нас генерирует реально 7.35, да, ошибку. А теперь мы смотрим на ошибку регрессора, да, она у нас генерирует там миллионы, да, миллионы, грубо говоря, да. Значит, эта модель нам не подходит, правильно? То есть это реально большая ошибка. Как мы это понимаем? Почему, да, на самом деле? Это уже, конечно, немножко дальше и аутоскоп, да, хотя мы сегодня должны были это покрыть. Если мы посмотрим на все вот эти вот значения, да, они у нас идут реально в разброс, ну, реально в разброс. То есть Timber 1, он где-то варьируется 52, 45 и так далее. Timber average 3 от минус 24 до 37, да, мы даже тут уже видим. А вот как раз-таки если посмотрим на Timber average 11, он у нас варьируется в пределах всего лишь 1 и 2. И поэтому для алгоритма SGD такой не подходит. Это уже для него не подходит, потому что здесь очень большая вариация. Ой. Очень большая вариация. И здесь нам нужно было бы уже привести это к норме нормализации данных. Это у нас есть в ноутбуке. Этот кусочек кода, который нам нужно было бы сделать. Давайте мы его сделаем. И на этом закроем, да, делаем wrap-up. Поймем, что когда мы просто сырые данные, да, не отнормированы, да, это концепция, которую мы не пришли вот как раз-таки в лекции, не отнормировали, да, запихнули вот то, как есть, да, мы получили неадекватное значение. Это не подходит для SGD. Не подходит. Для определенных алгоритмов такие не подходят, их нужно нормализировать. Здесь мы берем эскалерн, из эскалерн нашей библиотеки, да, при процессинге, импортируем вот такую вот штуку, да, вот такой функционал стандарт скейлер. Он у нас будет нормализировать наши данные. Сейчас вы видите, что он сделает. Допустим, мы все это взяли, создали объект скейлер и применили его на нашу выборку обучающую. Правильно? Обучающую. Затем мы формируем другие выборки, да, уже с отнормированными данными Xtreme without, я просто VO назвала, и Xvalid BO. Это реально просто отнормированные, отнормализованные данные. Мы сейчас увидим, да, как они отличаются у нас. Во-первых, проверим shape, ой, извиняюсь, Xvalid. Shape все соответствует, да, тысяча и 60 тысяч, да. Теперь мы посмотрим, что они уже у нас не так сильно варьируются, как те, да. Так мы не можем посмотреть. Его нужно в DataFrame привести сначала, чтобы применить к нему sample. И смотрите, мы здесь уже видим, да, что они не варьируются так сильно. Они все примерно в одинаковых пределах находятся. То есть мы уже здесь не имеем значения 50, 37, 38. И поэтому, поэтому, да, мы применили это как и для теста, так и для обучающей выборки. Мы берем здесь Xvalid, да, нашу тестовую выборку, проверяем. И видим, да, то же самое, аналогично. Они у нас уже не так сильно варьируются. Они у нас называются нормализированные данные. Применим. Опять возьмем, создадим тот же самый регрессор, просто зараним его. Это наш SGD-регрессор, да. Обучим его на наших нормализованных данных обучающих. WhiteRain остается неизменным. Взяли. Записываем теперь новые предикшены, новые предсказания с SGD с использованием вот этого нашей модельки регрессор, да, это наша модель. Если мы просто посмотрим на нее, это наш SGD-регрессор, который помогает нам решать задачу регрессии, да. Мы видим, да, записываем здесь SGD-предикшенс. И они уже у нас должны быть какие? Вуаля, нормальные. Вуаля, 2000 и 2001. Мы нормализовали, и у нас наш факап исчез. Теперь мы можем видеть, да, уже метрику. И метрика не очень сильно отличается от LM, который мы использовали до этого, да. 7.35, 7.37 по именно абсолютному значению, да, мы уже поняли. Ну, прям так сильно не разнятся, и поэтому можно использовать эквивалентно как ту модель, так и ту, да, модель. И здесь, конечно, есть очень много всего, где мы можем улучшаться и улучшаться, но примерно по такому методу работает. И последнее, да, что мы здесь делаем. Давайте запишем регрессор 2. Возьмем, опять-таки, объект линейной регрессии, да, модель линейной регрессии. Вот она, наша модель, да. Инициализировали, инициализировали. Затем обучаем. Вот это наше все обучение здесь. Что здесь такое, да, Extreme VO? Это мы возьмем нормализированные данные, да. То есть результат, на самом деле, не должен отличаться очень сильно друг от друга. Все, здесь, в этой строке мы сделали все наше обучение. В следующей же уже ячейке мы записываем наши предсказания. Мы берем нашу модель регрессор 2. Это линейная регрессия с отнормализованными данными. И делаем предсказания на нашей тестовой выборке, тоже нормализованной, да. То есть мы яблоки с яблоками делаем, нормализованные. Обучили на нормализованных. И делаем уже оценку нашей модели, да, тоже на нормализированных данных. Извиняюсь, я там где-то что-то не то говорю иногда. Проверим, да. HealthChicks делаем. Запринтуем. Видим 2000, 2001, 2003, пырым, 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 пырым и так далее, да. Мы видим, да, что все логично, все адекватно, да. Все наши года правильно предсказываются. Теперь берем из метрикса min-absolute-error. Вставляем туда, сопоставляем наши тестовые значения фактически настоящие. И наши предсказания с линейной регрессией. И вуаля, мы видим опять-таки такую же ошибку. То есть для линейной регрессии масштабировать данные не важно. А для SGD-регрессора мы поняли, что очень важно масштабировать данные. Что мы должны выбрать из этих всех моделей? Ну, наверное, линейную регрессию. Потому что она генерирует нам точно такую же ошибку. И она у нас, получается, выдает хорошие, точно эквивалентно хорошие же данные. И как бы очень быстро обучается. И очень быстро работает. И она, мы ее прошли сегодня, и она нам легка в обучении. И более-менее, как сказать, интуитивно. На сегодня у нас все по практической части и по, получается, теории. Тетрадку можно будет посмотреть. Извиняюсь, сори, что я только сейчас увидела вопрос. Тетрадка у нас находится... Сейчас я открою Google Drive. Теперь мы открываем Stem Bootcamp Workshops. Это со всеми вами поделенная папка. Заходим в регрессии. День первый. И мы видим, вот они, страдки. LinearRegHeightWeight, это мой первый, смотрели. И LinearRegRegStudent1, это вторая, получается. Вы берете и скачиваете. Вот так download делаете, скачиваете. В ту папку, которая вам нужна. И данные скачиваете. Точно так же в ту же папку. И оттуда вы уже считываете. Какие еще есть у вас вопросы? Можно голосом, не обязательно писать. Большое спасибо за воркшоп. Это было очень классно, полезно и мощно. Для первого раза было супер. Назовер, расскажите, пожалуйста, как вы пришли вообще в сферу machine learning? Вот ваш именно профессиональный путь. Да, наверное, на YouTube есть видео, но я шучу. В принципе, я пришла как бы таким методом, как бы дедуктивным, наверное, больше. Я обучалась на статистике и обучалась, получается, с профессорами по машинному обучению в университете. И, в принципе, мы это все делали. И я думала, как бы, что мне делать. На самом деле, я думала, что я работу не найду в Казахстане, когда я вернусь сюда уже. Так и было, в принципе. Я долгое время не могла найти работу. А как бы так получилось, что я изучала это все в университете. И уже, соответственно, как бы дальше у меня стезя и так и пошла. Вот. Как бы, ну, не с самого начала, соответственно. С самого начала получилось немножко поработать аналитиком, бизнес-аналитиком, би-айщиком. Но мне очень хотелось стать как бы настоящим мальчиком и уже применять это не только в сфере там, не только обучаться, не только там где-то на кэгле это все решать, а уже конкретно практические задачи на работе решать. Поэтому, как бы, я дальше эволюционировала в своем пути. Хотелось, конечно, с самого начала стать им мальчиком, но у меня не получилось. Поскольку это было не так популярно в Казахстане какое-то время, не было реально, как бы, ценности в этом. Это вот, ну, в последнее время, только последние пять лет, последние, там, пять лет, наверное, есть какая-то в этом ценность. А тогда этого, как бы, не было. Поэтому... Но у меня вполне такой линейный путь был. Не было такого, что, как бы, я увидела такую прям супер историю и такая, а, захотела, а как бы, как бы, от того, что изучала и поняла, что мне нравится то, что изучала, и дальше пошла туда. Старалась, по крайней мере, туда зайти, вот. А еще какие вопросы есть у вас касательно лекции или касательно практической части? Понятно ли было более или менее о том, как пользоваться Юпитером, как скачивать данные, загружать, строить базовые модельки? Окей, окей, круто. Получается, смотрите, сегодня я вечером загружу домашнее задание. Там будет тоже, нужно будет уже самим посмотреть с датасептой. Ну, в смысле, не прям совсем самим. Там, как бы, понятные логические инструкции, что нужно будет сделать, новые данные. И встретимся тогда, получается, в среду. В среду начнем с домашнего задания. Чуть меньше теории. Я поняла, что теорию я чуть-чуть дольше рассказывала сегодня. И сразу же тоже начнем уже практиковать классификацию. Сегодня с меня домашнее задание. С вас после того, как вы получите домашнее задание, сделать его. Потом скинуть его мне в личку. Я буду проверять, кто мне скинет и кто не скинет. Вот. И, как бы, если что, готовьте вопросы, когда у вас уже будет практика. Рассмотрим на следующем занятии. Сразу начнем с вопросов по домашнему заданию, если будут какие-то вопросы. Или же по лекциям и по практическим заданиям, если у вас, как бы, не знаю, вдруг появятся вопросы. А дальше уже рассмотрим логистическую регрессию, классификацию на следующем занятии. И на третьем дне... То есть мы это все не просто так делаем. О, отлично, отлично. Это отлично. Не просто так делаем. То есть не просто, как бы, у нас будет в формате такое посмотрел, пришел и ушел. А мы уже на третьем воркшопе будем реально решать реальный кейс, который я когда-то решала для того, чтобы попасть на как раз-таки дата-сайентистов Beeline. Это будет, ну, несложный кейс, но нам пригодятся все наши модельки, все наши изучения. Поэтому, как бы, чем больше вы в практике будете делать, тем больше вы возьмете для себя из этих трех воркшопов. Если у вас сейчас нет вопросов... Супер, да. Супер. Отлично. Спасибо вам большое за те вопросы, которые у вас были, и за фидбэк. Спасибо большое, Назы. Тогда мы, получается, заканчиваем. И скоро видео будет уже в папке тоже. Да, все, тогда спасибо всем большое. Хорошего вечера. Все уже покидают. Ладно, давайте. Пока-пока. Спасибо, Катя. Давай. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok